Валерий Викторович Здравствуйте Здравствуйте уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии Сегодня 11 июля 2016 года Начнем мы с вопроса, который не перестают задавать наши пользователи И вот в последней выборке вопросов он достаточно часто встречается Зачитаю его в редакции от Петра Уважаемый Валерий Викторович, очень обеспокоен демаршем Гелендвагенов в Москве Считаете ли вы это знаковым событием по двум позициям Первое, оно дает основания для неудовлетворительной провальной работы ФСБ Абсолютно некачественной работы его академии Второе, это заявка детей элиты на переворот в стране И можно рассчитывать на жесткие оргвыводы и решения в плане обеспечения госбезопасности Не согласен ни с первым, ни со вторым И на жесткие оргвыводы не просто можно, а нужно рассчитывать А я объясню, в чем суть этого события Дети элиты это массовка, которую для съемок фильма привлекают Да, это то, что должно произойти И вот здесь постановка мажоров, что вот нас наказали, а их Это неправильная постановка Мажоров наказали за одну А выпускников академии ФСБ надо наказывать за другое И как там первый вопрос звучит? Оно дает основания для неудовлетворительной работы Нет, вот здесь я не согласен По одной простой причине Нужно понимать процессы, которые происходят в спецслужбах Я уже неоднократно рассказывал и говорил об этом Что все спецслужбы мира, они в общем-то условно являются государственными А у них протекают несколько иные такие управленческие вопросы В силу их деятельности на внешнем поле Они так или иначе имеют интересы на этом внешнем поле Поэтому говорить о неудовлетворительной работе Можно было бы в том случае, если бы у нас было иное состояние нашей спецслужбы Поясню, о чем идет речь У нас, конечно, не дошло до того момента Когда посол Соединенных Штатов вручает первые погоны И удостоверение выпускникам академии ФСБ У нас до этого дела не дошло Но это не значит, что у нас с вопросами государственной безопасности Все очень хорошо На самом деле нет Вот обратите внимание Дети, вот эти вот, как их называть, да? Взрослые мужики В это время уже полками командовали и даже дивизиями, защищая родину Они нарушили все, что им учили в академии Там вот, ну хоть как Учись, хоть будь последним двоечником Но ты должен знать, что основное свойство сотрудника специальных служб Это незаметность Незаметность И нельзя заявлять о том Проводить такие массовые мероприятия Которые тебя идентифицируют как сотрудника спецслужб А они это сделали Почему? Ну, во-первых, потому что так поступают только в двух случаях Первое Если это абсолютные дебилы Ну, вот просто, ну вообще Клинические В медицинском плане Да Либо же люди, которые уверены Что их профессиональная деятельность заключается в другом Внежели защите государственных интересов И у них нет противника За рубежами нашей страны По отношению к которому они должны хранить инкогнито То есть они могут проявиться Но это означает только одно Что люди заявляют о том Что они признают оккупацию страны И они готовы работать на того Кто оккупировал эту страну В рамках вот этой самой оккупации То есть они проявляют себя И вот здесь они сделали очень большое дело Очень большое дело А они тем самым засветили себя Своих родственников Знакомых Всех, кто им давал Но не могли родственники и знакомые Не знать об этом шаге А если эти родственники и знакомые Связаны со спецслужбами Значит и они исходили из того Что давая санкцию Не отговорив Не удержав человека От участия в этом шоу Где они там засветились полностью На видео Потом выложили фотографию С подписями Кто есть кто Ну полностью себя показали Они себя разоблачают То есть они просто дезактивированы Как сотрудники спецслужб В плане реальной защиты Государственного суверенитета Просто реально дезактивированы Вывод только один Им всем сейчас не место В спецслужбах А все родственники и знакомые Должны сразу же попасть в разработку По факту измены родины И работе на иностранные спецслужбы Агентурная там какая угодно Что угодно Они должны быть А почему они пошли на это Ну не секрет что у нас Спецслужбы уже превратились В определенную структуру Которая занимается другими делами Вот если бы они планировали защищать родину Они бы так себя не поступили А что же они тогда планировали-то делать Если они поступили в ФСБ А на это нам говорит другое событие Произошедшее на прошлой неделе А именно есть сообщение О том Что бывший офицер службы Экономической безопасности в ФСБ Максим Цуканов признался в суде Что вымогал у главы Федеральной службы регулирования Алкогольного рынка Игоря Чаянова в 800 тысяч долларов Понимаете А вместе с ним еще один сотрудник ФСБ Вот для чего Эти мальчики-мажоры Дети Шли в ФСБ Использовать государственный механизм Для того чтобы Вымогать и крышевать И в этом отношении Нужно Прямо вот сразу Ивент-менеджеру Который организовывал Вот это празднование Орден за заслуги перед Отечеством Сразу вручать Всех идентифицировал Всех сразу Полностью профнепригодность Показал Но Вот этих выпускников ФСБ Заключается в том Чтобы столкнуть Государя России В лобовое Столкновение В конфликт Со спецслужбами Россией И в частности С ФСБ То есть У всех есть Родственники И знакомые Ты сейчас Для того Чтобы защитить Интересы страны Должен будешь Их вычищать А тем самым Означает Что Ты Государь России Войдешь В конфликт С теми Кто нам Уже годами Служит Чей бизнес Уже давно Вписан В наши Управленческие Схемы По формуле Ваша элита Хранит деньги У нас Так а вы Определитесь Это ваша элита Или наша элита Так вот В данной ситуации Вот этим предъявлением Миру Было показано А у Путина Нет своих Спецслужб У Путина Есть ФСБ Который управляется Со стороны Соединенных Штатов Но вот здесь Вышел Конкретный Облом Есть У Путина Спецслужбы В том числе И ФСБ На основании Чего я этого говорю А на основании Одного Интереснейшего События А именно В мае 2013 Года Произошло Событие Которое Не обсмеяли Пожалуй Только ленивые Все СМИ Постарались Превратить Это в фарс А именно Сотрудники ФСБ Задержали В Москве Американского Шпиона Фогл Райан Кристофер Которого Задержали Когда он Пытался Завербовать Сотрудников ФСБ Причем Предлагалось Ему Миллион Долларов В год Серьезно И Предлагалось Ему Ни много Ни мало Карьерный Рост ФСБ И Здесь Обращать Внимание Что Этот Сотрудник Американских Спецслужб Звонил На телефон Этому Сотруднику ФСБ А он Не Купился Вот Понимаете Все Казалось Бы Нормально Он Позвонил Сразу Зафиксировался Что Ты Сотрудник Американской Спецслужбы Что Тебя Возьмут В Разработку Это Какая Наглость Чтобы О встрече Договариваться По Телефону Это Какая Наглость О Вербовке Что Я Тебя Буду Вербовать Договариваться По Телефону Вот В То Время Они Могли Себе Позволить Так Вести По Отношению К Сотрудникам ФСБ А Вот Это Событие Когда Его Задержали И Показало Что ФСБ Произошел Разлом На Патриотов Которые Выбрали Юрисдикцию России И На Тех Кто Приходит ФСБ Крышевать Грабить Убивать Как Вот Это Дело ФСБ Которые Теперь Рассматривают В суде Которые Восемьсот Тысяч Вымогал Понимаете Раскол Произошел Появили И Сейчас Вопрос Стоит Кто Кого Поэтому То и Был Организован Вот Этот Демарш Стороны Соединенных Штатов Им Нужно Сейчас Любой Укол Любая Дестабилизация Поэтому Что Касается Данного События Должно Быть Жесткое Решение По Всем Этим Выпускникам ФСБ Им Не место В спецслужбах Вопрос Только В том Что Здесь Спешка Не нужна Понимаете Не нужно Каким-то Датам Каждое Управленческое Решение Должно Быть Подготовлено Мы должны Понимать С какой Системой Мы сейчас Столкнулись Это Понимаете Вот Как бы Такое Распутывали Когда-нибудь Клубок Спутанных Ниток Нельзя Тянуть Нужно Аккуратненько Аккуратненько А это Требует Времени Поэтому Здесь Должно Быть Спокойствие Но Нужно Точно Понимать Что Этим Не место В спецслужбах России А все Родственники И знакомые В разработку За измену Родины Но Это Спокойно Во Времени И Повторю Событие Тринадцатого Года Оно Ознаменовало Собой Водораздел Патриотов И Вот Этих Вот А то Что Ивент Менеджер Получит Награду Из Кремля И Из Капитолия Нормально Нужно Просто Использовать Энергию Нападения Для поражения Самого нападающего Ну Сделал Хорошее Дело Ивент Менеджер Высветил Всех Дебилов И придурков Которые Показали Что они Идут Туда Вымогать Взятки А не Служить России Значит Всех Оттуда Ну В 20 Лет Надо Уже Соображать Головой Что ты Делаешь Тебя Четыре Года Учили Тому Что ты Должен Быть Незаметным А они Сделали Все Чтобы Быть Заметным Это Означает Что вы Не Собирались Служить Родине Значит Вы Собирались Служить Своему Заокеанскому Хозяину Вот О чем Речь Идет Но Понимая Что Повторю Это Событие Американцы Спровоцировали Для того Чтобы Было Лобовое Столкновение Со Спецслужбами Нужно Понимать И простую Вещь Не Надо Этого Лобового Столкновения Нужна Спокойная Работа Распутывание Вот Этого Клубка И Установлению Российской Юрисдикции ФСБ Следующий Вопрос От Андрея Из Иркутска Который Просит Прокомментировать Последние События В Далласе События Это он считает Тем более Примечательным Что они Произошли В столице Техаса Штата С наиболее Сильными Сепаратистскими Настроениями Ясно Что устроили Это никакие Не маргиналы Структуры ГП Что это Предупреждение Элитам Запада Накануне Саммита НАТО В Варшаве Или же Эти события Никак не связаны И это посыл Иного рода Страновым Элитам США Вообще Это не посыл Глобальщиков Страновой Логичное Следование Всего Процесса Перестройки Соединенных Штатов События Которые Произошли В Далласе Показывают Что глобальный Предиктор По отношению К управлению Соединенных Штатах Находится В цейтноте В жутком Цейтноте И Им нужно Как-то Устаканивать Те процессы Которые Они Раскручивали Которые Должны Были Начаться По-крупному После Проведения Президентских Выборов Они уже Сейчас Зацепляются Это Очень Серьезная Ситуация Которую Надо Раскручивать Это Не посыл Повторю От глобальщиков И там Совсем Другие События Происходят В Соединенных Штатах Это Вот Как В советское Время Когда Советский Союз Рушился Основная Вот Это Был Вал Захватов Самолетов Ну Просто И Шутки С захватом Самолетов И Реальные Захваты Самолетов И фильмы Снимали Понимаете А вот Соединенных Штатов Я Вот сколько Уже говорил Про это Все будет По нарастанию Вот Применение Оружия Массового Применения И посмотрите Какой Разлом Идет Не надо Думать Что здесь Белые Полицейские Против Черных Черного Населения Абсолютно Нет Нужно Здесь Понимать Здесь Идет Разлом Между Государственностью Которую Представляют Полицейские И Неконтролируемые Процессами В обществе Которую Представляют Черные Которых Расстреливают А дальше Пойдут И белые Весь вопрос Только В том Чтобы начать И еще Глобальщики Они ведь Организовывают Общий Ход Вещей Они Не Организовывают Вот Такие События Да Они Могут Проводить Теракты И Теракт В Брюсселе И Теракт В Стамбуле Который Произошел В марте И Имеется Ввиду Теракт В Брюсселе И Теракт В Стамбуле Который Произошел В день Когда Эрдоган Приносил Извинения Путину Вот А он Там Вообще Этот вопрос Еще далеко Не раскрыт Я там Только Начал Раскрывать Вот этот вопрос На прошлом вопросе Ответим Вот А они Я уже говорил Они были совершены Раньше Но это только За счет того Что страновая Элита Осуществляющая Государственное Управление Оперирующая Спецслужбами Подготовила Этот теракт В общих Чертах И он уже Готов К реализации А Дальше Уже через Глобальную Элиту Была просто Дана команда Провести этот теракт Раньше Тогда Когда он Нужен А вот В Соединенных Штатах Он сейчас Лишний Он лишний И страновой Элите И глобальной Элите И поэтому Они Зависли И Трамп И Клинтон Это Но Это является Логическим Следованием Развития Общественных Процессов В Соединенных Штатах Вот что Можно сказать Об этих Событиях В Далласе Ну Собственно В вопросе Андрей Упомянул Саммит НАТО В Варшаве Вот Вас Собственно Просит Прокомментировать Этот саммит Который Кстати Прошел Саммит Это конечно Интересно А есть еще Вопросы По Соединенным Штатам Чтобы не скакать По теме Есть Есть Ну тогда Давайте Пройдемся По этим Вопросам По Соединенным Штатам В частности В частности Владислава Шувалова Здесь Группа Вопросов Связана С Противостоянием Глобальных Страновых Элит Первое Тони Блэра Хотят Привлечь К ответственности За участие Британии В антииракс Коалиции А Трамп Назвал Хусейна Неплохим Борцом С терроризмом Ну это Вообще Понимаете Как бы Несопоставимые Вообще Вещи Тони Блэр Это Да Это Глобальная Проблема Но Это В рамках Реализации Плана Брексит А В рамках Того Сценария Которым Я говорил Ватерлоу Вот То есть Вот Почему-то Некоторые Думают Что Ага Если Вот Мы Вскрыли Этот Сценарий То Значит Вот Все Так И пойдет Сразу В какую-то Обратку Там Что В Транснациональных Компаниях В Национальных Компаниях Банках Государственного Управления Дураки Сидят Что Ли Нет Они Должны Точно Представлять Что Великобритания Выйдет Из Соединенных Штатов Иначе Они Не Пошевелятся Они Скажут Да Мы Переждем Понимаете Они Должны Пойти В том Направлении В котором Их Гонят И В данном Случае Это Господи Британского Премьера Тони Блэра Это Отрезание Соединенных Штатов Это Перенос Первый Пункт Перенос Центра Концентрации Управления Из Великобритании В Соединенные Штаты Понимаете А Вот Он Связался Соединенными Штатами А теперь Он Будет Страдать Да Нам Это Зачем Надо Да Нам Нужно Переходить Здесь Вообще Проблемы Понимаете Это Все В рамках Одной Стратегии Нужно Чтобы Самый Последний Не Просто Обыватель А Самый Умный Вот Кто Последний Сдастся Аналитик Сказал Все Будет Разрушение Евросоюза Брексит Неминуем Вот Все Еще Раз Говорю Великобритания Вернее Глобальщики Могут Пойти На этот Маневр И они Пошли На него Только В одной Святой Уверенности Россия Не Пошевелится Этот Маневр Даст Им Выполнить А Если Россия Сейчас Будет Проводить Свою Глобальную Политику Как Здесь Можно Поиграть Здесь Вообще Можно Всю Европу Перестроить Так Как Надо И Отсечь Соединенные Штаты Но Кто Бо Это Делал В нашем Руководстве У Нас Аналитики Не Понимают Что Происходит Реальный Сценарий Ватерлоу В упор Не Видят Как Он Делается Вот Что Касается Там Трампа И Клинтон Их Противостояние Чего Они Там Говорят Все Прочее Тут Нужно Понять Вот Нужно Оценить Последние События Связанные С Клинтон А Именно То Что Клинтон 7 Числа По-моему Заявили Да Что Прокуратура Не Будет Обвинять Клинтон В нарушении Правил Служебной Переписки И Здесь Очень Интересна Сама Динамика Событий Которая Происходит Вокруг Клинтон А Именно 30 Июня В Соединенных Штатах На Авиабазе Эндрюс Произошла Очень Странная Стрельба Настолько Странная Что О ней Практически Ничего Неизвестно Достоверно Но Известно Только Одно Что Она Произошла Во время Пребывания Там Вице-президента Соединенных Штатов Байдена Который Из-за Этой Стрельбы Отложил Свой Вылет Дальше 2 Июня Хилари Клинтон Была Допрошена В ФБР Была Допрошена В ФБР 2 Июля А 5 Июля Чиновник ООН Который Должен Был Давать Показания По делу Клинтон Был Найден Со Свернутой Шеей Это Он Во время Тренировки Себе Штангой Шею Свернул Переломил Объяснило Обратите Внимание 30 Происходит Странная Стрельба 2 Допрос 5 Чиновник ООН Который Давал Б Показания На Клинтон Найден Мертвым А 7 Июля ФБР Заявляет Что не будет Против Клинтон Выдвигать Обвинения Правда С этим Не согласился Госдеп Но уже После Который Сказал А мы Все равно Инициируем Но здесь Нужно Отметить Вот О чем А Кстати По Чиновнику ООН Одновременно С этим Выяснилась Интересная Вещь Что Румынский Хакер Который Якобы Как говорится Принесли его домой Оказался он живой Так вот Оказалось Он якобы Повешившийся В своей камере Перед допросом Клинтон ФБР Оказался живой Вполне себе Это вот знаете В свое время Была такая Вот интересная Картина С Быковым С Анатолием Быковым Ну Это Сибирским Олигархом У которого Был конфликт С Паши Цветомузыкой Фамилию Сейчас не помню То есть Однажды Паши Цветомузыка Все СМИ Показали Что его вынесли Убитым Из квартиры Ну Анатолий Быков Расслабился И попал Под удар Ну Вот Нечто подобное Судя по всему ФБР Провела С Хилари Клинтон Когда Сначала Что произошло Реально Вот Клинтон Клинтон Без кандидата В случае Жесткой посадки Клинтон Существует Байден Который заявился А я вот Как-то Вот там Подумал Что зря Я не пошел На выборы Но я В любой момент Могу Пойти На выборы И это заявление Приговор Клинтон У Клинтона Смотрите Какая ситуация С Андерса Ну Помер И помер Старикан Ну Не выдержало Сердце Не дошел До финиша Все прочее Но В этом случае Тогда Клинтон Жестко Садят Она не сможет Удержать Управление В своих руках Ее жестко Садят В тюрьму И От демократов Идет Байден А вот Если Байдена Ликвидировать Ну Страновики Они вообще Странные люди Вот Глобальщиков Они не понимают Глобальной игры Глобальной политики А играют в эти игры А вот Если Байдена Ликвидировать То тогда Клинтон Используя Свои механизмы Влияния Через страновую элиту Сможет Удержаться На плаву Стать Единственным Кандидатом Ну И там Глядишь Еще и у Трампа Выиграть Ну А там Уж Держись Вообще Семейство Клинтон Очень интересное Семейство У них уже 46 смертей Связанных С семейством Как только кто-то Захочет дать Какие-то показания Тут же сразу Либо в ванне Утонет Либо в окно Выпрыгнет Вообразив Что он умеет летать Либо там Еще какая-то Коллизия Из 46 человек 8 охранники Наиболее доверенные Наиболее знающие Что происходит В семействе Клинтон Так что Быть приближенным К семейству Клинтон Это вообще Смертельно опасно Для любого И вот Если Байдена Не будет Клинтон Удержит Ну а Где можно Эффективно И гарантированно Убить Байдена Да На авиабазе На военных Объектах В последнее время В Соединенных Штатах Очень часто Появляются Какие-то сумасшедшие Которые расстреливают Своих сослуживцев Если там Появится Какой-то другой Сумасшедший Который расстреляет Не только Сослуживцев Но и Вице-президента Ни у кого вопросов Не возникнет Вот А вот В других случаях Мало того Что очень трудно Подобраться К самому Байдену Так еще и возникнет вопрос А кому выгодно А так Ну сумасшедший Очередной Сошедший С ума Расстрелял И вот здесь Ситуация Следующая Смотрите Произошла стрельба Убит он Или взять живым Тот кто стрелял А то что там Произошло Именно в этом плане Говорит о том Что никакой Информации Об этой стрельбе Нет Просто нет Я не исключаю Того что Вот этого стрелка И Клинтон Специально Спровоцировали А сам Байден Заранее зная Сидел где нибудь В лимузине Ожидая Когда его двойник Выполнит роль В которую там Ну Как в мишень Постреляет Этот террорист Так называемый Взяли его Живым Мертвым Неважно Главное Что он человек И у него есть связи А эти связи Гарантированно Ведут Клинтон И вот Тридцатого Постреляли Второго Клинтона Объяснили Все последствия Она поняла Эти последствия И в рамках Этой договоренности Свидетель Ключевой Умирает Мы позволяем Ликвидируй Не мы будем Уничтожать его Ты его подготовила Уничтожай Пусть умирает А Сандерс Заявляет о том Что Я готов Поддержать Клинтон Но Зная с кем Приходится иметь Дело Глобальщики Подстраховались Госдеп Удавку На шее Хилари Клинтон Держит Вот какие там События Происходят В этой Предвыборной Компании Поэтому Им сейчас Очень сложно Там Сманеврировать Выдержать И все И им нужна Поддержка Извне Отсюда и приезд Помощника Трампа Потому Они создали Общие условия Для того Чтобы Произошел Этот теракт И вот Еще один Один момент Перед этим В Орландо Расстреляли Пидорасов И Первое Сообщение Было о чем О том Что Его Взорвали Не Ликвидировали Спецназ А его взорвали Вот сейчас Террориста Тоже взорвали Но В Орландо Слишком много Погибших Стали говорить Спецназ И там Убитые А какая Вера Теперь Если они Всегда Действуют Одинаково Посылают Робота Со взрывчаткой Так может Быть Они Там Чтобы Скрыть Убийство Которое Не совершал Тот На кого Списали Они Послали Побольше Взрывчатки Вот и Вся То есть Здесь Вот в этом Вся Политика Ну Кстати Там Можно Говорить О Соединенных Штатах Много 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 Вот По Брексит Вы упомянули Правительство Великобритании Отказалось Проводить Новый Референдум Да Еще раз Говорю Все Должны Быть Уверены Что Брексит Состоится И При этом Те Кто Считает Что Я Ошибаюсь В своем Анализе Они Не берут Такие Маленькие Штришки Себе Просто В голову А С чего Бы Это Вдруг Люди Которые Выступали За Брексит Вдруг Отказались Вести Дальше Бросили То есть Мало того Что Плана Не Было По Которому Они Вели С которым Повторю Фарад Что он Успел Признать Поражение Он Не Знал Что Ему Победу Насчитают Ровно Ту Которую Надо Вот Для Того Чтобы Вот Он Уходит В Отставку И Приходят Другие Люди К Управлению Которые Поведут Британию К Этим Выборам Они Все Уходят В том Числе Уходит Правительство Которое Приняло Это Решение В Сентябре Будет Другое Правительство Снова Придет Женщина Кстати Тоже Интересный Момент А Следующее Правительство Может По-другому Эту Петицию Рассмотреть Тем Более Что Если Настроения Будут В Обществе Другие А Настроения Будут Другими Ну Вот В Великобритании Поступила В продажу Газета Для Противников Брексит То Есть Пожалуйста Объясняют Почему Не Надо Выходить Там Идет Планомерная Информационная Работа По Перестройке Общества Чтобы К нужному Моменту У всех Было Правильное Умоностроение Когда Закончится Основной Процесс Переноса Центра Концентрации Управления Из Великобритании Когда Инфляционный Пузырь Мировой Будет Спущен Достаточно Для Того Чтобы Можно Было Дальше Маневрировать Но Самое Главное Когда Можно Будет Приступать К Новой Сборке Европы На Новых Основаниях Потому Что Та Сборка Того Евросоюза Она Была Нежизнеспособна Она Была Рассчитана Под Массовую Миграцию Иноязычных Инорасового Населения Сметение Национальных Государств И сформирование На территории Европы Иных Народов И иных Государств Под Это Но Эта Задача Ушла Имеется Ввиду Она Ушла В Будущее Нужно Теперь Каким То Образом Стабилизировать Это Управление И поэтому То Сейчас И принимается Решение О перестройке Всего Евросоюза Поэтому То И мутят Задачу С неким Новым Супер Государством Которое Кинет Новых Членов Новых Членов Евросоюза И НАТО То есть Они собрались Там В шестером Чего-то Порешали А вы Там Ну Сообразно Правилу Все Животные Равны Но Некоторые Животные Равнее Других Это все Делается Под создание Нового Евросоюза Когда Выставляются Запредельно Жесткие Требования А потом Якобы В процессе Переговоров И все Население И управленческие Структуры Сходятся На неком Заранее Запланированном Компромиссном Варианте Вот К чему Это все И ведет А не К тому Что Там Кто-то Пытается Чего-то Разрушить Надо Понять Простую Вещь Вот Как бы Капитализм Это Всегда Экспансия Вовне То Есть Это Захват Чужих Ресурсов Чужих Рынков Как Производственных Так из бытовых Вы Представляете Что означает Евросоюз Сейчас Ужаться На территории Которые Ресурсы Отсутствуют А Возможности Влиять Даже На соседей Тоже Отсутствуют Они Сейчас Евросоюз Силен Только За счет Включения В себя Новых Членов Отказаться От этой Ресурсной Базы Но Кто себе Позволит Такое Это Все Для Аналитиков Которые У нас Выступают По Телевидению Ничего Не Разбирающиеся Я Просто Поражаюсь Сколько Уже Прошло Они Через 100 Дней Увидят Или Вообще Они Увидят Только Тогда Когда Им Объявят Ребят А это Был Банальный Сценарий Ватерлоу Вас Развели Тогда Этот Сценарий С 1804 По 1830 Год Был Растянут Мы Отметку Делаем Через Ватерлоу 1815 Год Сейчас Все Будет Происходить Быстрее Но Суть То Та Же Единый Евросоюз За счет Ресурсов России Ну Собственно Ваш Ваш Комментарий В связи С Саммитом НАТО На Родине Варшавского Договора Это Вообще Интереснейшее Событие Которое Наши Аналитики Вообще Тоже Вот Рассуждают О Там Будет Единая Разведка О Там Киберпространство О Там Что Там Еще Они Видят Главного А даже Если Упоминают Это Главное Там Ради Одного Единственного Пункта Все Было Собрано Ради Одного Все Остальное Это Как На Этом Штыре На Гвозде Все Висит Вот А Если Кто Этот Гвоздь И Видит Он Совершенно Неправильно Оценивает Что На Нем Будет Висеть А Что Это За Гвоздик Которые Там Обсмеяли О Да Нам Это Что Грозит Четыре Каких Батальона Они Разместят На Территории Прибалтики Ха Хи Хи Они Хотят Нас Там Запугать Другие Аналитики Говорят Да Вы Что Неправильно Четыре Батальона Это Серьезно На Фоне Этих Четырех Баз Они Смогут Построить Базы Развертывания Откуда Они Смогут Ударить По России Вот Я Слушаю Таких Аналитиков И Не Понимаю А Вы Вообще К Войне Готовитесь Вам Что Нибудь Такое Понятие Как Сцентричные Войны Гибридные Войны Говорит Какая Война Сейчас Идет Вы Чего Готовитесь К Войне К Войне Была В ХХ Веке Вот Мало Того Что Ресурс Сейчас Пусть Совокупно ЕС Сильнее В военном Плане Ну Количественно В 8 Раз Россия А НАТО В 16 Раз Сильнее Россия Это Ничего Не Решает Вопрос В том Что Надо Понимать Как Растянуты Все Эти Ресурсы И Куда Что Афганистан И Ирак Они Просто Так Для НАТО Там Никого Нет И Туда Ничего Не Оттянуто Что У них Югославия Ничего Не Оттягивает На Себя У них Не Оттягивает На Себя Другие Направления В том Числе Африка Магриб Они Растянуты Сколько Могут Они Выделить Как Они Могут Выделить Вот Какого Качества Будет Эта Техника Это Очень И Очень Важно Они Не Готовы Ну Пусть Они Соберут Там Ударную Группировку Пусть Они Ее Соберут Но То Чего Не Знают Наши Аналитики Анализирующие Это Событие И Боящиеся Там Что Там Будет Ударная Группировка Знают Аналитики Работающие На Глобальное Управление И Даже На Государственное Управление В лице Соединенных Соединенных Штатов Блока НАТО И Они Прекрасно Осознают Простую Вещь Что Война Против России Возможно Только Лишь В Иракском Варианте То Есть Когда Напали На Ирак И В Багдад Смогли Войти Только Потому Что Генералы Ушли Армия Исчезла И Все Разбежалось Но В России Иракский Вариант В Принципе Невозможен Россия На Протяжении Веков Показывает Одну И Ту Ж Вещь Когда Армию Бросают Генералы Армия Сражается Сама И Побеждает Он При Гроз Егерсдорф Там Вообще Армия Победила Без Командующего И Победа Была Упущена Только Из-за Этого Армия Стояла И Разгромила Противника А Что Нам Дают Другие Примеры Полномасштабный Военный Заговор Генералитета В Советском Союзе Была Брошена Армия Но Солдаты Сражались Капитаны Майоры Брали Командование Частями На себя И Стояли Солдаты Обороняли Поставленные В их Участник Вот В Этой Ситуации Какую бы Группировку В Прибалтике Они Не Смогли Вот НАТО Соберет То Это Прибалтика Не то Что До Москвы До Питера Докатятся Только Одни Катки Только Лишь Потому Что Они Не Сгорят Их Не Сожгут Русские Солдаты А отправят На металлолом Не смогут Они пройти Через это При всем Предательстве Другая задача Я уже сколько раз Говорил Им нужно Полное Предательство Интересов В России Первый Полномасштабный Удар Уничтожающий Военную Инфраструктуру Второе Организация Приема На уровне Предательства Элит В ключевых Управленческих Точках В России Куда Передвигаются Воздушным путем Десанты Вот о чем Такая война Возможно Против России При предательстве Элит А что Что же тогда Вроде бы Если ничего не грозит И я вот только что доказал Что эти четыре батальона Нас не испугают И даже там То что ударные группировки Создадут Это нам не грозит Чего же я тогда говорю Что это самое главное И самое важное Вот Одной из задач Которая Тоже Ну как бы Отметили Но Не обратили особого внимания Было отказ Обязательное требование От стран НАТО Отказ От российского Оружия То есть переход На стандарты НАТО По полной программе То есть Чтобы все автоматы И пулеметы Там были чисто НАТОвские Чтобы танки Были чисто НАТОвские Чтобы не было там Никаких Т-72 Были только Абрамсы Или Леопарды Это очень серьезно Я уже говорил Торговля оружием Это не просто Торговля Это проведение Глобальной политики И уж как минимум Внешней политики Поскольку Выбор оружия Это выбор Политической линии Своего государства На дальнюю перспективу И Почему Вот раньше-то Не требовали Как бы Ну было пожелание По мере возможности Переводили А почему Сейчас жестко поставили А потому что Сейчас Россия Восстанавливает Свой суверенитет И наличие оружия Нашего оружия Позволяет На уровне Шестого приоритета Вести не войну А диалог Который может Обесценивать Или как бы сказать Дезактивировать Военный потенциал Блока НАТО Поэтому они Сейчас поставили Это жестко И бескомпромиссно Освободиться От всего Российского оружия От всех связок С военно-промышленным Комплексом России И С государством Россия Но все-таки Почему Четыре батальона Вот эти Вот так важны Что я вот об этом Вот говорю Вот Многих Я уже говорил Что наших аналитиков История Учит Что она их Ничему не учит Когда Началась Военная Компания На Украине Я говорил Одну Фразу Которую Почему-то Не очень-то Заметили Наши Аналитики Я не потому Что бы они Ко мне Апеллировали Это без разницы Вы возьмите В работу Эту ситуацию И подготовьте Информационно Чтобы управленческие Структуры К этому Были готовы Так вот Наши аналитики Два Два Года Проспали Ситуацию Просто Проспали А я о чем Говорил Ввод Российских Войск На территорию Донбасса Может быть Обусловлен Только Одним Фактором Недопущение Ввода НАТОвских Войск На территорию Украины Те войска Которые Войдут Туда Первыми Те и застолбят И на Украине Сейчас Вот этот паритет Он как бы Качается И Одесса Была для того Чтобы создать Военную базу НАТО Соединенных Штатов Точнее Одесса В Одессе И вот Переброска На прошлой неделе 300 единиц Бронетехники В том числе И танков Из Калифорнии Соединенные Штаты В Румынию Это вот В рамках Той Стратегии То есть Они должны были Усилять Ту базу Которая должна Была Быть создана 2 мая 2016 года Что буквально Тоже на бровях Удалось разрулить Чтобы это Не произошло Вот Они под это делали Большая благодарность Активистам Любого направления Евроинтеграторам Евроскептикам В Молдавии Которые остановили Марширующие колонны Соединенных Штатов Которые из Румынии Шли в Молдавию И вот они остановили Благодаря этому Во многом Был сорван Ну там еще Много параметров Но здесь Вот именно Благодаря Вот этому Параметру Что не удалось Совершить Военный марш Из Молдавии В Одессу И захватить Одессу И создать Там военную базу А вот под Этот сценарий Понимаете Всех же не будешь Уже было зафрактованы И корабли И была подготовлена Переброска техники И уже пошло Определенное Перераспределение Питания солдат Ну там много чего Уже все было подготовлено И останавливать Вот это Ну проведем Какие-то там маневры Там учения Это другое дело То есть Ввод Российских войск На Донбасс Это для того Чтобы не было Ввода войск НАТО А что это такое Почему Вот эти четыре батальона Многие Наши аналитики Они Даже в упор Не видят Историю Советского Союза Как начиналась Интеграция Государств Прибалтики Которых никогда В истории Не было И их создали Отнюдь не большевики Что враги России Пытаются навязать Там вот это вот Деление Что вот Это типа большевики Сейчас об этом Уже можно говорить Потому что Все прекрасно Понимают разницу Между деятельностью Большевика Сталина И меньшевиков Троцкистов С которыми он Постоянно боролся И которые он Только начал Вычищать В 30-е годы А которые до этого Реально управляли Советским Союзом Так вот Как пошла Реинтеграция Этих территорий В состав Советского Союза Прибалтийские Государства Обратились к Советскому Союзу И Советский Союз Создал на этих территориях Свои Военные Базы Понимаете Какая ситуация Происходит Сейчас мы Говорим О том Что Россия Возрождается Что Она Расширяется В русском Мире И для Надгосударственного Управления Для Недопущения Возрождения России Принципиально Важно Войти В границе Русского Мира Такими Механизмами Которые Было бы Чрезвычайно Трудно Решить Политическим Путем А это Создание Военных Баз Кому Интересно Хотя бы Поинтересовались Наличием Базы Гуантанамо На Кубе И В данной Ситуации Надо Понимать Что У Установки Памятной Дозги Маннергейма Была Одна Единственная Провокационная Цель Создать Необходимое Информационное Поле Внутри России Перед Визитом И во время Визита Путина В Финляндию Для того Чтобы Финляндии Обеспечить Вот это Необходимое Информационное Поле В России Для того Чтобы Финляндия Могла Обеспечить Маневр И входа Финляндии В НАТО И ликвидации Ее Нейтрального Статуса Вот Для чего Вешали Доску И для чего Начинали Скандалы Эти Белогвардейцы Которые Восторгаются Казаками Краснова И Шкуро Которые Рубили Женщины Детей В Просто В А потом Скидывали В колодцы Чтобы Люди Пили Из этих Колодцев И Хохоча Уходили Из этих Селений Вот Теперь Пейте Че Ж Вы Вдруг Восхищающись Такими Садистами Которые Воевали На стороне Гитлера Восхищение Не Так Возмущаетесь Человеком Который Якобы Я От себя Говорю Якобы Ну Они Если Говорят Что Он Участвовал В геноциде И В блокаде Ленинграда В том Как он Участвовал Да Че Вы Возмущаетесь Он Вашим Героем Должен быть Че Вы Скандал Поднимаете Разберитесь С этим Так Вот Это Специально Было Сделано По Самому Болевому По Ленинграду Потому Что 900 дней Блокады Для Ленинграда Не только Для Ленинграда Для всей Страны Это Боль Жуткая Боль А Это Боль Расковырять Для того Чтобы Создать Информационное Поле И Финляндию Не Нам Срочно Надо Защититься От Этих Русских И Нам В НАТО Надо Это Вот Подарочек Путину Был Перед Визитом Так Вот Вопрос Заключается Возвращаемся Опять В Прибалтику А что Прибалтика Просто так Что ли Вот эти Базы Да Нет Что Сейчас Происходит В Прибалтике Идет Депопуляция Коренного Населения И Существуют Планы И даже Первые Акты Замещения Этого Населения Иным Пришлым С Ближнего Востока Из Африки То есть Эту Территорию Вырывают Из Русского Мира Вот Эту Задачу Решал Саммит НАТО В Варшаве Они Ставят Вы Делали Варшаву Чтобы От нас Обороняться А мы Теперь Чтобы Сохранить Русский Мир Чтобы Сохранить Нормальные Человеческие Отношения Во всем Мире Сохранить Все Нации Народы Культуру Государств А мы Теперь Вам Показываем Вот Символично Мы Зашли На вашу Территорию И Не Будет Никакого Больше Варшавского Договора Будет Только Наша Окупационная Администрация Вот О чем Вот Что Нужно Решать А Я Этих Аналитиков Вообще В упор Опять Возьмите Учебники Истории Ну Почитайте Что Было По Военным Базам Ну И Реинтеграция Сталинской Этих Территорий В состав Советского Союза Состав России Ну Что Здесь Такого Трудного Или Что Буквы Не Знаем Пока Не Ткнули Носом Вот Такая Ситуация С Этим Саммитом В Варшаве А Все Остальное Кибер Пространство Это Все Это Все Прилагается Это Вот Как Типа Транс Тихо Атлантическое Партнерство А Соединенным Штатам Сейчас Будет Трудно С Брекситом В Упор Не Видят Что Происходит Перенос Ключевое Перенос Центра Концентрации Управления Из Великобритании В Китай Так И Здесь За Деревьями Не Видят Лес Нам Эту Проблему Придется Решать Проблему Сохранения Эстонцев Латышей Литовцев Проблему Сохранения Их Культурной Идентичности А Чтобы Этого Не Было Там Базы Вводятся Можно Просто Махнуть Рукой И Все А Потом Совершенно По-другому Решить И Этот Вариант Возможен Вот Лично Я Хотел Бы Чтобы В Истории Остались Эстонцы Латыши Литовцы В Местах Их Коренного Места Проживания А Не В Качестве Какой-то Диаспоры Наталья Лазаренко Просит Прокомментировать Визит На Украину Керри И Нуланд Керри Прилетел Вместе С Нуланд Чтобы Следить За тем Что Снова Выкинет Страновая Элита Америки Нет Значит Керри Представитель Глобальной Элиты Глобальщиков А Нуланд Представитель Страновиков И в данном Случае Можно Говорить О том Что Дама Прилетела С собачкой То есть Керри Прилетел С Нуланд Вот в этой Композиции Дама С собачкой Нуланд Здесь Не может Вести Своей Игры По одной Простой Причине Рядом Находится Шеф Который Выстраивает Более Низкочастотное Управление Более Объемное Объемлющее Управление По отношению К тому Что Нуланд Выстраивает В отношении Украины Как представитель Страновой Элиты И Сейчас На Украине Происходит Очень сложный Маневр О чем Я уже Неоднократно Говорил Им за год Нужно Полностью Дискредитировать Нынешнее Киевское Управление Привести К управлению Савченко И После этого Восставшие Силовики До каких пор Мы будем За интересы Олигархов И прочих Погибать В окопах Против Сепаратистов Надо установить Нормальное Управление Силовики Правоохранители Которые Там остались До какой Степени Этот будет Беспредел Уже Эти полицайки Которые Не могут Даже Уже Задержанного Преступника Им Передали Преступника Связанного Посадили Его В машину В полицейскую Откуда Он сбежал Люди Связали Отдали Полицейским А полицейским У них Из машины Сбежал Преступник Связанный До каких Пор Все это Будет Продолжаться Им Нужно Сделать Этот Очень Сложный Маневр Вот Надо Сказать Что до момента Свержения Нынешней Киевской Банды И до момента Свержения Савченко В кавычках Имеется ввиду Потому что там Савченко Это никто Звать ее Никак Если надо Реализуют На другом Варианте Савченко Должна Раскачать Ситуацию И она Свою роль Играет В общем-то Нормально Вот до этого момента Цели России И Европы Они совпадают По отношению К Украине Нам нужно Восстановление Легитимной Власти В лице Януковича В Киеве И Европе Нужно Восстановление Легитимной Власти В лице Януковича А дальше Расходится Европе Нужно Забрать Оставшуюся Украину За исключением Донбасса Под свое Управление Чтобы сохранить Бандеровский Питомник И натравить Потом Украину В конце концов На Россию Нам же Нужно Иметь Целостную Единую Украину Которое Бандеровский Питомник Будет уничтожен Как явление Просто Вообще Не будет Но для того Чтобы вот этот Вариант Реализовать Мы к нему Должны Быть Готовы А сейчас Я не вижу Никаких Подвижек В плане Реализации Скажут Ну как Тебе Что там Внутренние Договоренности Нет Управление Процесс Информационный И для совершения Какого-то Управленческого Маневра Должно Быть создано Определенное Информационное Поле И здесь мы опять Сталкиваемся К тому Что Ну нет У нас Файнэлшен Таймс Нет У нас Нью-Йорк Таймс А наши Аналитики Которые С одного Ток-шоу На другое Ток-шоу Гуляют Говорят О чем Угодно Кроме О том Что Действительно Важно Они сидят В песочнице И Млеют От счастья Что им Дядя Дал Савочек Поиграться Строить Домики Которые Рассыпаются По мере Информационные Базис Которые Необходимо Создавать А сейчас Еще И период Отпусков А потом Говорят Что Август Месяц Катастроф А как Он Не будет Месяцом Катастроф Если Вообще Прекращается Хоть Какое-то Системное Информирование Общества То есть Любые Аналитические Программы Они Как-то Системно Приводят Информацию В порядок И Людям Как бы Оно Подается Уже В готовом Виде И люди Уже Вот В этой Текучке Имеют Какое-то Представление И тогда Могут Построить Какое-то Управление Своё Беструктурное А если Этого Нет А люди Заняты Своими Делами Или Еще Даже Ушли В отпуск То Сам Процесс Управления Просто Скрыт От Глаз Населения Даже Если Он Освещается В СМИ В новостной Ленте Он Скрыт А потом В августе Когда Реализуется Этот Проект Который Подготовлен Был Втайне Хоть И Открыто Говорят Ах Этот Месяц Катастроф Ну Так Вы Новость Смотрите И Не Будет Для Вас Месяц Катастроф Потому Что Информационно Это Поле Готовится И Оно Реализуется Так Вот Мы Должны Готовы Быть К тому Моменту Когда Нужно Будет Восстанавливать Легитимную Власть На Украине Но Для Того Чтобы Вот Это Дело Все Сорвать У Страновой Элиты США Нужно Разжечь Войну Поэтому Им Нужно Сейчас Дестабилизировать Положение На Украине В Большей Степени Нежели Это Необходимо Для Разрушения Государственных Устоев Украины И Превращение В Дикое Поле То Есть Нужна Полномасштабная Война В тех Объемах Пока Она Возможна Пока ВСУ Сгруппированы Вот И Нужно Для Страновиков Воспользоваться Тем Что Периодически Давление В котле Нужно Стравливать И Последняя Атака В Дебальцево Вот Когда был Убит Там Этот Оперный Певец Там Наркоман И Наркодиллер Слепак Миф По названию Порошка А не Мефистофеля Вот Это было Как раз Стравливание Избыточного Давления То есть Разрядка Напряженности В системе В сторону ЛДНР Не Более Того А Вот Страновики Они Хотят Превратить Вот Это В Полномасштабную Войну Вот Здесь Определенный Такой Барьер Поэтому Керри Прилетел Решать Определенную Задачу Чтобы Страновая Элита Не Слишком Ну Имеется Ввиду Украинская Какая Уж Она Какого Качества Мы Все Знаем Но Тем Не Менее Керри Приходится Иметь Дело И Процесс Продолжало И Они Продолжают И Вот Есть Видео Татьяны Монтян Это Адвокат На Украине Она Там Хорошо Расписывает Разрушение Государственности Украины И Как Все Это Готовится Она Не Понимает О Чем Она Говорит Но Если Все Это Посмотреть С Над Государственного Уровня То Все Становится Очевидно Что Произошло На Украине Там Срывают Минские договоренности Вот Вообще Я Смотрю Минские договоренности Они Возмущают Соединенные Штаты То есть Которые Априори Против России И Патриотов России Которые Как За Россию Они Прям Вот На ушах Трясет От Минских Договоренностей А почему Потому что Минские договоренности Это Единственный Способ Как Взять Всю Украину Целостности И Ликвидировать Там Бандеровский Питомник И Как Не допустить Там Войны Полномасштабной Войны Перетекающей В Третью Мировую Так Вот Рада Принимает Очередные В Это Якобы В реализацию Минских Договоренностей Амнистии Участников Боевых Действий На Юго-Востоке Да На Донбассе Украины Но Кого Они Амнистируют Только Участников Отто И Неважно Грабил Носил Там Один Из Депутатов Оппозиционного Блока Он Говорит Да Вы Что Не Понимаете Что Вы Тем Самым Разрушаете Это То Если Ты Заявил Что Ты Патриот Украины Ты Можешь Грабить Насиловать И Убивать Вы К чему Сводите Всю Идею Патриотизма Украины Грабежам Насилием И убийством Или Все Таки У Украины Есть Какая Это Идея Но Ему Тут Пришел Ветеран АТО Который Заткнул Ему Рот Сначала Положил Микрофон Не дав Говорить Заткнул Рот А драки Вообще На Украине В парламенте Они Вон Постоянно Происходят То есть Они Показывают Вообще Как они Двигаются И В это же Время На Донбассе Бастуют Шахтеры Есть Нечего Ну так Извините Вам Нечего Есть Вам Показали Винтовка Рождает Власть Значит Становитесь Таким же Карательным Батальоном И Добивайтесь От рады Нового Постановления Чтобы вам Зарплату Выплачивали Ну это я Утрирую Конечно Потому что Это Путь в никуда Это В пропасть Но Требовать От власти Которая Привела Войну Целенаправленно Ее бы не было Если бы не Этот Государственный Переворот Чтобы Заботились О людях Которые были Приговорены К уничтожению Ну что Не слышите Что в Киеве Говорят Что на Донбассе Все Вне зависимости От того Входит ли Территория В ЛДНР Или же Она не входит Они все Должны быть Уничтожены Потому что Они русскоговорящие Потому что Они русские Они несут Другую культуру Они не бандеровцы Они не могут Гордо стоять Перед хозяином На коленях Склонив голову На коленях В грязи Такой им Не видится Не какая-то Гордость И великий почет Они хотят Там в какой-то Космос Когда Верхом Карьеры Должна быть Официантка Или там Какой-нибудь Кельнер В баре Они вообще Чего захотели Какую-то Экономику Так что Керри В присутствии Нуланд Он ее Привез Мордой Повозил Об стул И сказал Еще раз Рыбнетесь Выполнять Ее Распоряжение С вами Будет Хуже Вот такая Ситуация Вот Последний Вопрос Последний Вопрос Жаль Что не было Вопроса По Сирии Там Очень Очень Серьезный Время У нас Уже Есть Вопросы По Сирии Есть вопрос По Сирии Что Здесь Вот Николая Лаврентьева Сводка Боевиков В Алеппо Зовут Атаковать Базу ВКС Хмеймим Из-за критической Обстановки Из Турции Срочно Переброшено 500 боевиков Сопоставляя Поток Подобных Сообщений Сообщениями О срочном Возобновлении Туристических Чартеров В Турцию Из России Не устаю Удивляться Как же так Получается С одной стороны Чартеры В кавычках Наши ВКС Работают На уничтожение Структуры ИГИЛ Незаконной Нефтедобычи В Сирии Чтобы лишить Туристов денег А с другой стороны Российские Турчартеры Снова Повезутся За Россию В Турцию Те же деньги Которые Будут Использовать Турция Для поддержки Этого ИГИЛ Ничего Не понимаю Потому что Вот здесь Это какая-то Сборная Солянка Салат Я даже Не знаю Что Это Все В куче Естественно Ничего Там Очень Я уже Когда Говорил Об извинениях Артагана Я Говорил О том что там Очень и очень Серьезная Обстановка Вот в плане Извинений Артагана Надо обратить Внимание О том что После так называемых Извинений Артагана Когда Артагана Сломали Через колено Телефонный разговор Состоялся По инициативе Москвы И это Очень важно Потому что Артагану Нужно было Объяснить Одну простую Вещь Чтобы он Не зарывался То есть Телефонный разговор Исходя из Общего хода Вещей Должен был Быть таким Значит Путин Звонит И Артагану И говорит Ты видишь Что ты никто И звать тебя Никак Ты видишь Что ради Ты участвуешь В процессах В которых Ты ничего Не понимаешь Да Мы знаем Что ты И вообще ВВС Турции Не сбивали Наш самолет Но вы взяли На себя И значит Вы это несете Вы до конца Будете Это отвечать Ты для них Ничего Ты для них В любом варианте Что Саддам Хусейн Что Каддафи Тебя Раскатают Я тебе уже Однажды Предлагал Участвовать В другом сценарии Я тебе предлагал Защиту Хочешь выжить Играешь По нашему сценарию Не хочешь Выживать Твоя проблема Мы Тебе Здесь ничего Не будем Мы будем Дальше Ждать Ты видишь Мы не участвовали В том Чтобы ты Принес нам Извинения Тебя Оттуда Сломали И тебя Сломают Им нужно Решить эту задачу Они будут Ее решать Всеми силами Почему Путин Пошел Сейчас На это Financial Times Повторю Сказала Что Турция Будет Участвовать Своими войсками В войне Против ИГИЛ И вот Турция Своими войсками В войне Против ИГИЛ Должна Зачистить Те Лагеря Подготовки Боевиков ИГИЛ Которые Находятся На территории Турции Должна Перекрыть Границу И Встречать Пулеметным Артиллерийским Огнем Всех ИГИЛ Которых Они Туда Отправили В Сирию Вот Все Участие Войск Турции В войне Против ИГИЛ Никакого Наземного Присутствия В Сирии Ираке Турецкого Недопустимо Это Недопустимо В общем-то Путин Я думаю Объяснил Глобальщикам А глобальщики Это В их Интересах Чтобы Турция Действительно Туда Не входила Своими Войсками Это Вообще Большой Вопрос Что же Происходит В Сирии И почему Путин Пошел На Этот Аспект Дело В том Что Уже Неоднократно Я постараюсь Очень Коротко Каждый Кто Захочет В интернете Найдет Мост Информации По Этим Дело Дело В том Что Многие Обратили Внимание На Снижение Интенсивности Полетов Российских ВКС И поддержки Наступления Сирийской Армии Более Того Из Иранских И Ливанских СМИ Постоянно Звучат Упреки Типа Путин Все Слил Россия Попала В ловушку Что Она Подписала Разграничения С Соединенными Штатами Воздушного Пространства И в результате Этого Не оказывает Поддержки И любой Вылет Точнее Не вылет Российской Авиации По каким-то Объектам Оно Моментально Вызывает Резкое Неприятие И все И многие Считают Что Россия Там Чего-то Обязана Дело В том Что В Сирии Сложилась Ситуация Которая Начала Превращать Сирийскую Ситуацию В афганскую И сложилась Она Исключительно Исключительно Благодаря Действиям Патриотических Российских Клановых Группировок Которые Рассчитывают Превратить Сирию В Афганистан И на основании Этого Совершить Государственный Переворот И свергнуть Путина Это Моментально Сказалось На всех Действиях Государственности России И в Иране Тут же Зазвучало А Россия Присутствует Там В Сирии Только лишь Потому что Мы им Разрешили И Россия Потом Когда выполнит Свою роль Она 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 Оттуда Уйдет Но Иран Говорит Почему А потому что Они видят Что дальше Реализовывается План Они снова Берут всю Территорию Под свой Контроль Как и Полагается Но в этом Плане Асад У них Тактический Союзник Который Они решат Асад Это понимает У нас Государственная Договоренность Именно с Государством Асада Который Возглавляет Асад И соответственно Этому Все вопросы Координации Действий Российских ВКС Должны идти Через Генштаб Сирии Но Это означает Укреплять Государственность Сирии Поэтому Иран И Хезбалла Требуют От нас Напрямую Поддержки Пойти на это Россия не может Иначе Она тут же Превращается В подай патроны То есть Действительно А нас тут Позвали Мы выполним И пошли От России Стали требовать Большего Участия То есть Чтобы Россия Своими ресурсами Решила задачи Ирана Установление Его Управленческой Монополии На территории Севета Ради этого Было Спровоцировано Наступление Сирийских Государственных Войск На Раку Это Наступление В никуда Это расход Ресурсов Государственной Армии Ну Пусть Это самое Они там Ну Ефрат Чем они Собираются Брать Как они Собираются Форсировать Ефрат Не форсировав Ефрат Они не Возьмут Раку Но дальше Если Они решили Освободить От ИГИЛ Вот эту Территорию До Ефрата И потом Развернуться На север Тоже Неправильное Решение С юга Со стороны Иордании И со стороны Ирака Со стороны Ирака Вообще ИГИЛовцы Держат Границу И для них Вообще Не существует Какой-то Там Этой Границы Они Надо Заходят Берут Какую-то Высоту И Отсекают Какую-то Часть Войск Сирийских Государственных Войск И потом Их Надо Выбивать Вот А Иордания Тоже Снабжает Своим Оружием Оппозицию То Есть Вот Это Было Политическое Наступление На Раку Зачем Оно Было Сделано Как Оно Было Сделано Я Не знаю Но То Что Оно Очень Сильно Подорвало Ресурсную Устойчивость Сирийской Государственной Армии Арабской Армии Это Уже Точно И Они За Несколько Часов Потеряли Все Что Они Завоевали Там В течение Двух Недель Речь Там Говорят О разгроме Нет Разгрома Не было А вот Мы Их Разгромили Ничего Подобного Было Быстрое Отступление Но Это Было Отступление ИГИЛ Не способен Проводить Такие Охваты Которые Там Ему Рисуют Но Вопрос Заключается В следующем Смотрите Россия Стала Восприниматься Как Инструмент Решения Проблем И От России Стали Требовать На России Стали Паразитировать Россия Нельзя Этого Паразитирования Проводить Чтобы На ней Проводили Что Происходит Соединенные Штаты Вот Сейчас Сбили Вертолет С Нашим Экипажем Сбили Из Противотанков Птура Ту А Как Произошло Последнее Время Соединенные Штаты Очень Много Оружия Сбрасывали Оппозиции Умеренные Оппозиции Но Почему То Все Это Оружие Попадало В Джабхат Аннустри И ИГИЛу Всегда Ну Вот Ошибались Летчики Ни разу Не упало В Ефрат А вот ИГИЛу И Джабхата Аннустри Это оружие Попадало В товарных Количествах Все что Скинули Это Попало Именно Туда Они Усиливают А Сейчас Встает Вопрос Как Будет Участвовать Там Россия Единственный Вариант Который Дает Выход Из этой Ситуации Который Решает Россия Это Проведение Мирного Процесса Включение В перемирие Группировок И именно Этот процесс Стараются Сорвать Из Ирана И из Москвы Ну Как вы Собираетесь Договариваться Если завтра Вот вы Сегодня Типа Россия Гарант Вот этого Перемирия А завтра Выяснится Что она Никто И звать ее Никак Она Подай Патроны Которая Должна Своим Участием В том числе В наземной Операции Своей кровью Решить Чьи-то Задачи А потом Оттуда Уйти Вот Что делает Российская Патриотическая Оппозиция В отношении Сирии И России Поэтому Что Путин Решает У нас Межгосударственные Отношения Поэтому Ускоряем Процесс Переговорный С оппозицией И делаем Общественный Договор И тогда Требования Хезболы И Стражи Революции Ирана Ксир К тому Чтобы Мы позвонили И ваши самолеты Должны полететь Идут лесом Есть Государственный Консенсус Представлены Многими Политическими Силами Вот с ними Решайте вопрос Мы не поддерживаем Режим Асада Как это вы пытаетесь Представить Ах Если вы не поддержите Режим Асада Тогда мы позвонили А вы должны Мы ничего вам не должны Мы решаем там Свою задачу Нам нужно Чтобы оттуда Не пришли террористы И Путин Объясняет Эрдогану У тебя Будет эта война Хочешь Усидеть Хочешь Выжить Не хочешь Судьбы Саддама Хусеймна Все Уничтожаешь ИГИЛ На своей территории Перекрываешь Границу Остальное Уже наша Забота Вот какая Задача Вот что там Происходит Понимаете В данной ситуации Как этот Николай II Кругом Измена Подлость Обман Так вот Сейчас Патриотические Группировки Якобы Патриотические Ну посмотрите Какие подарочки Вовремя Доска Маннергейм Вовремя Понижение Статуса Ведь все же Смотрят Что происходит В Москве Все же Понимают С кем И как Потом Можно будет Договариваться А если Некому Будет Воспользоваться Плодами Победы Россия В Сирии Если Россия Не сможет Эти плоды Победы Воспользовать То конечно Иран говорит А Россию Мы отсюда Выкинем Почему А там Произойдет Государственный Переворот Там Патриоты Придут Которым Плевать На интересы России Они Нам Уже Сейчас Говорят Решайте Свои Задачи А если А мы Вам Поможем Чтобы Превратить Сирию В Афганистан Чтобы На основе Этого Совершить Государственный Переворот Ну раз Этот последний Вопрос Вот Всегда Встает Вопрос О методологической Базе На основе Которой Делается Анализ Вот Если Нет Этой Методологической Базы Если Нет Понимания Вопросов Управления Которые Дают Достаточно Общая Теория Управления То И не Будет От Создания Необходимых Информационных Модулей Мы Будем Сталкиваться С тем Что Август Будет Месяцем Катастроф Вот Чтобы Август Не был Месяцем Катастроф Нужно Чтобы Каждый Не только Надеяться На каких-то Там Хороших Аналитиков Которых Мне Понравился Он Правильно Говорит Я Буду Каждый Раз Смотреть И Он Будет Объяснять Что Происходит Сам Должен Понимать И Каждому Человеку Объем Информации Достаточный Для Его Ориентирования В Жизни Приходит Нужно Надо сидеть Сутками Там Работать Какой-то Структурой Каждому Человеку Для Его Жизни Достаточно Информации Приходит Но Эту Информацию Нужно Понять А Понять Можно Только Лишь Когда Обладаешь Определенным Знанием Вот Если Ты Не Знаешь Правил Математики То Дважды Два Четыре Для Тебя Вообще Непонятный Непонятный Набор Символов Не Знаешь Что Математику Изучаем Так вот Для того Чтобы Понимать Как Протекают Процессы Управления Для того Чтобы Понимать Что Значит Четыре Батальона Или Снижение Нашей Активности Четыре Батальона В Прибалтике Что Значит Вот Эта Доска Что Значит Снижение Нашей Активности ВКС И Вся Информация Открыта Читайте Анализируйте Но Для Этого Вы Должны Знать Как Управлять Социальные Суперсистемы А Знание Этого Дается Только В одном Источнике В Достаточном Читере Управления В Концепции Общественной Безопасности В Толстых Книгах Внутреннего Предиктора СССР Читайте Будьте Концептуально Властными Защищайте Интересы Свои И Своей Семьи Будьте Счастлив До новых Счастлив Своем Митинге Он Чего-то Там Говорит Он Изображает Реальную Картину И Сандерс Может Помереть В Любой Момент Чтобы Демократы Не Остались без кандидата, в случае жесткой посадки Клинтон, существует Байден, который заявился, а я вот как-то вот там вот подумал, что зря-ка я не пошел на выборы, но я в любой момент могу пойти на выборы. И это заявление приговор Клинтон. У Клинтона, смотрите, какая ситуация, Сандерса, ну помер и помер старикан, ну не выдержало сердце, не дошел до финиша, все прочее. Но в этом случае тогда Клинтон жестко садят, она не сможет удержать управление в своих руках, ее жестко садят в тюрьму, и от демократов идет Байден. А вот если Байдена ликвидировать, ну страновики, они вообще странные люди, глобальщиков, они не понимают глобальной игры, глобальной политики, а играют в эти игры. А вот если Байдена ликвидировать, то тогда Клинтон, используя свои механизмы влияния через страновую элиту, сможет удержаться на плаву, стать единственным кандидатом, ну и там, глядишь, еще и у Трампа выиграть, ну а там уж держись. Вообще семейство Клинтон очень интересное семейство, у них уже 46 смертей, связанных с семейством. Как только кто-то захочет дать какие-то показания, тут же сразу, либо в ванне он утонет, либо в окно выпрыгнет, вообразив, что он умеет летать, либо там еще какая-то коллизия. Из 46 человек 8 охранники, наиболее доверенные, наиболее знающие, что происходит в семействе Клинтон. Так что быть приближенным к семейству Клинтона, это вообще смертельно опасно для любого. Вот. И вот, если Байдена не будет, Клинтон удержит. Ну а где можно эффективно и гарантированно убить Байдена? Да на авиабазе. На военных объектах в последнее время в Соединенных Штатах очень часто появляются какие-то сумасшедшие, которые расстреливают своих сослуживцев. Если там появится какой-то другой сумасшедший, который расстреляет не только сослуживцев, но и вице-президента, ни у кого вопросов не возникнет. Вот. А вот в других случаях, мало того, что очень трудно подобраться к самому Байдену, так еще и возникнет вопрос, а кому выгодно? А так, ну сумасшедший, а очередной сошедший с ума расстрелял. И вот здесь ситуация следующая. Смотрите, произошла стрельба. Убит он или взять живым тот, кто стрелял? А то, что там произошло вот именно в этом плане, говорит о том, что никакой информации об этой стрельбе нет. Просто нет. Я не исключаю того, что вот этого стрелка и Клинтон специально спровоцировали. А сам Байден, заранее зная, сидел где-нибудь в лимузине, ожидая, когда его двойник выполнит роль, в которую там, ну, как в мишень постреляет этот террорист так называемый. Взяли его живым, мертвым, неважно. Главное, что он человек и у него есть связи. А эти связи гарантированно ведут Клинтон. И вот 30-го постреляли, 2-го Клинтона объяснили все последствия. Она поняла эти последствия. И в рамках этой договоренности свидетель ключевой умирает. Мы позволяем, ликвидируй. Не мы будем уничтожать его. Ты его подготовила? Уничтожай. Пусть умирает. А Сандерс заявляет о том, что я готов поддержать Клинтон. Но, зная, с кем приходится иметь дело, глобальщики подстраховались. Госдеп удавку на шее Хиллари Клинтон держит. Вот какие там события происходят в этой предвыборной кампании. Поэтому им сейчас очень сложно там сманеврировать, выдержать и все. И им нужна поддержка извне. Отсюда и приезд помощника Трампа в Москву. Им поддержка, им опереться надо. Потому что очень неустойчиво. И в этих условиях расстреливать еще и в Далласе, где был убит президент, это не вовремя. Просто никому сейчас это не выгодно. Это просто реальное развитие всей ситуации, с которым будет иметь все дело. А вообще глобальщики готовились к этому сценарию. Потому что они создали общие условия для того, чтобы произошел этот теракт. И вот еще один момент. Перед этим в Орландо расстреляли пидорасов. И первое сообщение было о чем? О том, что его взорвали. Не ликвидировали спецназ, а его взорвали. Вот сейчас террориста тоже взорвали. Но в Орландо слишком много погибших. Стали говорить, что спецназы там убитые. А какая вера теперь? Если они всегда действуют одинаково. Посылают робота со взрывчаткой. Так может быть они там, чтобы скрыть убийства, который не совершал, а тот, на кого списали, они послали побольше взрывчатки. Вот и вся. То есть здесь... Вот в этом вот вся политика. Ну, кстати, там можно говорить о Соединенных Штатах. Много-много-много. По Брексит... Мы упомянули, кстати, правительство Великобритании отказалось проводить новый референдум. Да. Еще раз говорю. Все должны быть уверены, что Брексит состоится. И при этом те, кто считает, что я ошибаюсь в своем анализе, они не берут такие маленькие штришки себе просто в голову. А с чего бы это вдруг люди, которые выступали за Брексит, вдруг отказались вести дальше? Бросили. То есть мало того, что плана не было, по которому они вели, с которым, повторю, Фарадши, он успел признать поражение. Он не знал, что ему победу насчитают ровно ту, которую надо для того, чтобы... Он уходит в отставку. И приходят другие люди к управлению, которые поведут Британию к этим выборам. Они все уходят. В том числе и уходит правительство, которое приняло это решение. В сентябре будет другое правительство. Снова придет женщина. Вот, кстати, тоже интересный момент. А следующее правительство может и по-другому эту петицию рассмотреть. Тем более, что если настроения будут в обществе другие, а настроения будут другими, ну вот в Великобритании поступила в продажу газета для противников Брексит. То есть, пожалуйста, объясняют, почему не надо выходить? Там идет планомерная информационная работа по перестройке общества, чтобы к нужному моменту у всех было правильное умонастроение, когда закончится основной процесс переноса Центра концентрации управления из Великобритании, когда инфляционный пузырь мировой будет спущен достаточно для того, чтобы можно было дальше маневрировать. Но самое главное, когда можно будет приступать к новой сборке Европы на новых основаниях. Потому что та сборка того Евросоюза, она была не жизнеспособна. Она была рассчитана под массовую миграцию иноязычных, инорасового населения, смятение национальных государств и сформирование на территории Европы иных народов и иных государств. Но эта задача-то ушла, имеется в виду, она ушла в будущее. Нужно теперь каким-то образом стабилизировать это управление. И поэтому-то сейчас и принимается решение о перестройке всего Евросоюза. Поэтому-то и мутят задачу с неким новым супер-государством, которое кинет новых членов Евросоюза и НАТО. То есть они собрались там в шестером, чего-то порешали, а вы там, ну сообразно правилу, все животные равны, но некоторые животные равнее других. Это все делается под создание нового Евросоюза, когда выставляются запредельно жесткие требования, а потом якобы в процессе переговоров и все население, и управленческие структуры сходятся на неком заранее запланированном компромиссном варианте. Вот к чему это все и ведет, а не к тому, что там кто-то пытается чего-то разрушить. Надо понять простую вещь. Вот как бы капитализм это всегда экспансия вовне. То есть это захват чужих ресурсов, чужих рынков, как производственных, так и с бытовых. Вы представляете, что означает Евросоюз сейчас ужаться на территории, которые ресурсы отсутствуют, а возможности влиять даже на соседей тоже отсутствуют. Они сейчас, Евросоюз силен только за счет включения в себя новых членов. Отказаться от этой ресурсной базы? Ну кто себе позволит такое? Это все для аналитиков, которые у нас выступают по телевидению, ничего не разбирающиеся. Вот я вот просто поражаюсь. Ну сколько вот уже прошло? Они через сто дней увидят? Или вообще они увидят только тогда, когда им объявят? Ребят, а это был банальный сценарий Ватерлоу. Вас развели? Тогда этот сценарий с 1804 по 1830 год был растянут. Мы отметку делаем через Ватерлоу. 15-й год, 1815 год. Сейчас все будет происходить быстрее. Но суд-то та же. Единый Евросоюз за счет ресурсов России. Ну, собственно, ваш комментарий в связи с саммитом НАТО на родине Варшавского договора. О, это вообще интереснейшее событие, которое наши аналитики вообще тоже рассуждают. О, там будет единая разведка. О, там киберпространство. О, там что? О, там еще. Они видят главного. А даже если упоминают это главное, там ради одного единственного пункта все было собрано. Ради одного. Все остальное, это вот как на этом штыре, на гвозде все висит. А если кто этот гвоздь и видит, он совершенно неправильно оценивает, что на нем будет висеть. А что это за гвоздик-то, который там обсмеяли? О, да нам это что грозит? Четыре каких-то батальона они разместят на территории Прибалтики. Ха-ха-хи-хи. Они хотят нас там запугать. Другие аналитики говорят, да вы что? Неправильно. Четыре батальона. Это серьезно. На фоне этих четырех баз они смогут построить базы, развертывание, откуда они смогут ударить по России. Вот я слушаю таких аналитиков и не понимаю, а вы вообще к какой войне готовитесь? Вам что-нибудь такое понятие, как сицицентричные войны, гибридные войны, говорит? Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 11 июля 2016 года. Начнем мы с вопроса, который не перестают задавать наши пользователи. И вот в последней выборке вопросов он достаточно часто встречается. Зачитаю его в редакции от Петра. Уважаемый Валерий Викторович, очень обеспокоен Димаршем Гелендвагенов в Москве. Считаете ли вы это знаковым событием по двум позициям? Первое. Оно дает основания для неудовлетворительной провальной работе ФСБ, абсолютно некачественной работе его академии. И второе. Это заявка детей, элиты на переворот в стране. И можно рассчитывать на жесткие оргвыводы и решения в плане обеспечения госбезопасности? Не согласен ни с первым, ни со вторым. И на жесткие оргвыводы не просто можно, а нужно рассчитывать. А я объясню, в чем суть этого события. Дети элиты — это массовка, которую для съемок фильма привлекают. Да, это то, что должно произойти. И вот здесь постановка мажоров, что нас наказали, а их — это неправильная постановка. Мажоров наказали за одну, а выпускников Академии ФСБ надо наказывать за другое. И как там первый вопрос звучит? Оно дает основания для неудовлетворительной работы? Нет, вот здесь я не согласен. По одной простой причине. Нужно понимать процессы, которые происходят в спецслужбах. Я уже неоднократно рассказывал и говорил об этом, потому что все спецслужбы мира, они, в общем-то, условно являются государственными, а у них протекают несколько иные такие управленческие вопросы. В силу их деятельности на внешнем поле, они так или иначе имеют интересы на этом внешнем поле. Поэтому говорить о неудовлетворительной работе можно было бы в том случае, если бы у нас было иное состояние нашей спецслужбы. Поясню, о чем идет речь. У нас, конечно, не дошло до того момента, когда посол Соединенных Штатов вручает первые погоны и удостоверение выпускникам Академии ФСБ. У нас до этого дела не дошло. Но это не значит, что у нас с вопросами государственной безопасности все очень хорошо. На самом деле нет. Вот обратите внимание, дети, вот эти вот, как их называть, взрослые мужики, в это время уже полками командовали и даже дивизиями, защищая Родину, они нарушили все, что им учили в Академии. Там вот, ну хоть как, учись хоть последним двоечником, но ты должен знать, что основное свойство сотрудника специальных служб – это незаметность. незаметность, незаметность. И нельзя заявлять о том, проводить такие массовые мероприятия, которые тебя идентифицируют как сотрудника спецслужб. А они это сделали. Почему? Ну, во-первых, потому, что так поступают только в двух случаях. Первое. Если это абсолютные дебилы, ну вот просто, ну вообще, клинические, в медицинском плане, да, вот, либо же люди, которые уверены, что их профессиональная деятельность заключается в другом, нежели защите государственных интересов, и у них нет противника за рубежами нашей страны, по отношению к которому они должны хранить инкогнито. То есть, они могут проявиться, но это означает только одно, что люди заявляют о том, что они признают оккупацию страны, и они готовы работать на того, кто оккупировал эту страну в рамках вот этой самой оккупации. То есть, они проявляют себя. И вот здесь они сделали очень большое дело. Очень большое дело. А они тем самым засветили себя, своих родственников, знакомых, всех, кто им давал. Но не могли родственники и знакомые не знать об этом шаге. А если эти родственники и знакомые связаны со спецслужбами, значит, и они исходили из того, что давая санкцию, не отговорив, не удержав человека от участия в этом шоу, где они там засветились полностью на видео, потом выложили фотографию с подписями, кто есть кто. Ну, полностью себя показали. Они себя разоблачают как спецслужб. То есть, они просто дезактивированы как сотрудники спецслужб в плане реальной защиты государственного суверенитета. Просто реально дезактивированы. Вывод только один. Им всем сейчас не место в спецслужбах, а все родственники и знакомые должны сразу же попасть в разработку по факту измены родины и работе на иностранные спецслужбы. Агентурная там какая угодно, что угодно. Они должны быть. А почему они пошли на это? Ну, не секрет, что у нас спецслужбы уже превратились в определенную структуру, которая занимается другими делами. Вот если бы они планировали защищать родину, они бы так себя не поступили. А что же они тогда планировали-то делать, если они поступили в ФСБ? А на это нам говорит другое событие, произошедшее на прошлой неделе. А именно, есть сообщение о том, что бывший офицер службы экономической безопасности ФСБ Максим Цуканов признался в суде, что вымогал у главы Федеральной службы регулирования алкогольного рынка Игоря Чаянова 800 тысяч долларов. Понимаете? А вместе с ним еще один сотрудник ФСБ. Вот для чего эти мальчики-мажоры, дети, шли в ФСБ использовать государственный механизм для того, чтобы вымогать и крышевать. И в этом отношении нужно прямо вот сразу ивент-менеджеру, который организовывал вот это празднование, Орден за заслуги перед Отечеством. Сразу вручать. Всех идентифицировал. Всех сразу. Полностью профнепригодность показал. Но надо понимать и еще одно, что Орган за заслуги перед Отечеством российский будет не единственной наградой, которую получит этот ивент-менеджер. Аналогичную примерно награду этот ивент-менеджер получит от правительства Соединенных Штатов. Точно за самые эти действия. А в чем суть? Суть вот этого демарша вот этих выпускников ФСБ заключается в том, чтобы столкнуть государя России в лобовое столкновение, в конфликт со спецслужбами России и в частности с ФСБ. То есть у всех есть родственники и знакомые. Ты сейчас для того, чтобы защитить интересы страны, должен будешь их вычищать. А тем самым означает, что ты, государь России, войдешь в конфликт с теми, кто нам уже годами служит, чей бизнес уже давно вписан в наши управленческие схемы по формуле «ваша элита хранит деньги у нас». Так вы определитесь, это ваша элита или наша элита. Так вот, в данной ситуации вот этим предъявлением миру было показано, а у Путина нет своих спецслужб. У Путина есть ФСБ, который управляется со стороны Соединенных Штатов. Но вот здесь-то вышел конкретный облом. Есть у Путина спецслужбы, в том числе и ФСБ. На основании чего я этого говорю? А на основании одного интереснейшего события. А именно, в мае 2013 года произошло событие, которое не обсмеяли, пожалуй, только ленивые. Все СМИ постарались превратить это в фарс. А именно, сотрудники ФСБ задержали в Москве американского шпиона Фогл Райан Кристофер, которого задержали, когда он пытался завербовать сотрудников ФСБ. Причем предлагалось ему миллион долларов в год. Серьезно. И предлагалось ему, ни много ни мало, карьерный рост в ФСБ. И здесь обращать внимание, что этот сотрудник американских спецслужб звонил на телефон этому сотруднику ФСБ. А он не купился. Вот понимаете, все, казалось бы, нормально. Он позвонил, сразу зафиксировался, что ты сотрудник американской спецслужбы, что тебя возьмут в разработку. Это какая наглость, чтобы о встрече договариваться по телефону. Это какая наглость о вербовке, что я тебя буду вербовать, договариваться по телефону. Вот в то время они могли себе позволить так вести по отношению к сотрудникам ФСБ. А вот это событие, когда его задержали, и показало, что в ФСБ произошел разлом на патриотов, которые выбрали юрисдикцию России, и на тех, кто приходит в ФСБ крышевать, грабить, убивать, как вот это дело ФСБшник, который теперь рассматривает в суде, который 800 тысяч вымогал. Понимаете? Раскол произошел. Появили. И сейчас вопрос стоит, кто кого. Поэтому-то и был организован вот этот демарш со стороны Соединенных Штатов. Им нужно сейчас любой укол, любая дестабилизация. Поэтому, что касается данного события, должно быть жесткое решение по всем этим выпускникам ФСБ. Им не место в спецслужбах. Вопрос только и в том, что здесь спешка не нужна. Понимаете? Не нужно каким-то датам. Каждое управленческое решение должно быть подготовлено. Мы должны понимать, с какой системой мы сейчас столкнулись. Это вот понимаете, вот как бы вот такое, вот распутывали когда-нибудь клубок спутанных ниток. Нельзя тянуть. Нужно аккуратненько, аккуратненько все. А это требует времени. Поэтому здесь должно быть спокойствие. Но нужно точно понимать, что этим не место. Вмещение этого населения иным, пришлым, с Ближнего Востока и из Африки. То есть, эту территорию вырывают из русского мира. Вот эту задачу решал саммит НАТО в Варшаве. Они ставят. Вы делали Варшаву, чтобы от нас обороняться, а мы теперь, чтобы сохранить русский мир, чтобы сохранить нормальные человеческие отношения во всем мире, сохранить все нации и народы. культуру государства. А мы теперь вам показываем. Вот, символично. Мы взошли на вашу территорию, и не будет никакого больше Варшавского договора. Будет только наша оккупационная администрация. Вот о чем. Вот, что нужно решать. А у этих аналитиков вообще в упор опять не видят. Ну, с Брекси там сложно. Ну, здесь-то возьмите учебники истории. Ну, почитайте, что было-то. Ну, по военным базам. Ну, и реинтеграция сталинской этих территорий в состав Советского Союза, в состав России. Ну, что здесь такого-то трудного? Или что, буквы не знаем, пока не ткнули носом? Вот такая ситуация с этим саммитом в Варшаве. А все остальное, киберпространство, это все прилагается. Это вот как типа транс-тихо-атлантическое партнерство. А Соединенным Штатам сейчас будет трудно с Брекситом. В упор не видят, что происходит переносно. Ключевое перенос центра концентрации управления из Великобритании в Китай. Так и здесь. За деревьями не видят леса. Нам эту проблему придется решать. Проблему сохранения эстонцев, латышей, литовцев. Проблему сохранения их культурной идентичности. А чтобы этого не было, там базы вводятся. Можно просто махнуть рукой и все. А потом совершенно по-другому там решить. И этот вариант возможен. Вот лично я хотел бы, чтобы в истории остались эстонцы, латыши и литовцы в местах их коренного места проживания. А не в качестве какой-то диаспоры. Наталья Лазаренко просит прокомментировать визит на Украину Керри и Нуланд. Керри прилетел вместе с Нуланд, чтобы следить за тем, что снова выкинет страновая элита Америки? Нет. Значит, Керри представитель глобальной элиты, глобальщиков. А Нуланд представитель страновиков. И в данном случае можно говорить о том, что дама прилетела с собачкой. То есть Керри прилетел с Нуланд. Вот в этой композиции. Дама с собачкой. Нуланд здесь не может вести своей игры по одной простой причине. Рядом находится шеф, который выстраивает более низкочастотное управление, более объемное, объемлющее управление по отношению к тому, что Нуланд выстраивает в отношении Украины как представитель страновой элиты. И сейчас на Украине происходит очень сложный маневр, о чем я уже неоднократно говорил. Им за год нужно полностью дискредитировать нынешнее киевское управление, привести к управлению Савченко. И после этого восставшие силовики. До каких пор мы будем за интересы олигархов и прочих погибать в окопах против сепаратистов, надо установить там нормальное управление. Силовики, правоохранители, которые там остались, до какой же степени этот будет беспредел уже эти полицайки, которые не могут даже уже задержанного преступника, им передали преступника, связанного, посадили его в машину, в полицейскую, откуда он сбежал. Люди связали, отдали полицейским, а полицейские, у них из машины сбежал преступник связанный. До каких пор все это будет продолжаться, им нужно сделать этот очень сложный маневр. Вот нам надо сказать, что до момента свержения нынешней киевской банды и до момента свержения Савченко, в кавычках имеется в виду, потому что там Савченко, это никто звать ее никак, если надо, реализуют на другом варианте. Савченко должна раскачать ситуацию, и она свою роль играет, в общем-то, нормально. Вот до этого момента цели России и Европы, они совпадают по отношению к Украине. Нам нужно восстановление легитимной власти в лице Януковича в Киеве, и Европе нужно восстановление легитимной власти в лице Януковича. А дальше расходится. Европе нужно забрать оставшуюся Украину, за исключением Донбасса, под свое управление, чтобы сохранить бандеровский питомник и натравить потом Украину, в конце концов, на Россию. Нам же нужно иметь целостную, единую Украину, в которой бандеровский питомник будет уничтожен как явление. Просто вообще не будет его. Но для того, чтобы вот этот вариант реализовать, мы к нему должны быть готовы. А сейчас я не вижу никаких подвижек в плане реализации. Скажут, ну как тебе, что там, внутренние договоренности? Нет. Управление процесс информационный. И для совершения какого-то управленческого маневра должно быть создано определенное информационное поле. И здесь мы опять сталкиваемся к тому, что ну нет у нас в Financial Times. Нет у нас в New York Times. А наши аналитики, которые с одного ток-шоу на другое ток-шоу гуляют, говорят о чем угодно, кроме о том, что действительно важно. Они сидят в песочнице, геополитики, им леют от счастья, что им дядя дал совочек поиграться. Строить домики, которые рассыпаются по мере их высыхания. Нет той информационной базы, не создается тот информационный базис, который необходимо создавать. А сейчас еще и период отпусков. А потом говорят, что август месяц катастроф. А как же он не будет месяцем катастроф, если вообще прекращается хоть какое-то системное информирование общества? То есть любые аналитические программы, они как-то системно приводят информацию в порядок. И людям как бы оно подается уже в готовом виде. И люди уже вот в этой текучке имеют какое-то представление. И тогда могут построить какое-то управление свое, беструктурное. А если этого нет, а люди заняты своими делами, или еще даже ушли в отпуск, то сам процесс управления просто скрыт от глаз населения, даже если он освещается в СМИ, в новостной ленте. Он скрыт. А потом в августе, когда реализуется этот проект, который подготовлен был в тайне, хоть и открыто, говорят, ах, этот месяц катастроф. Ну так вы носите, смотрите, и не будет для вас месяцем катастроф, потому что информационное это поле готовится, и оно реализуется. Так вот, мы должны готовы быть к тому моменту, когда нужно будет восстанавливать легитимную власть на Украине. Но для того, чтобы вот это дело все сорвать, у страновой элиты США нужно разжечь войну. Поэтому им нужно сейчас дестабилизировать положение на Украине в большей степени, нежели это необходимо для разрушения государственных устоев Украины и превращения ее в дикое поле. То есть нужна полномасштабная война. В тех объемах, пока она возможна, пока ВСУ сгруппированы. И нужно для страновиков воспользоваться тем, что периодически давление в котле нужно стравливать. И последняя атака в Дебальцево, когда был убит оперный певец, наркоман и наркодиллер, слепак, миф по названию порошка, а не Мефистофеля, это было как раз стравливание избыточного давления. То есть разрядка напряженности в системе в сторону ЛДНР. Не более того. А вот страновики, они хотят превратить вот это в полномасштабную войну. Вот здесь вот определенный такой вот барьер. Поэтому Керри прилетел решать определенную задачу, чтобы страновая элита не слишком, ну имеется в виду украинская, какая уж она, какого качества, мы все знаем, но тем не менее Керри приходится иметь дело и с ней, чтобы она этот процесс продолжала. И они продолжают. И вот есть видео Татьяны Монтян, это адвокат на Украине, она там хорошо расписывает разрушение государственности Украины и как все это готовится. Она не понимает, о чем она говорит, но если вот все это посмотреть с надгосударственного уровня, то все становится очевидным. Что произошло на Украине? Там срывают минские договоренности. Вот вообще я смотрю, минские договоренности, они возмущают Соединенные Штаты, то есть которые априори против России и патриотов России, которые как бы за Россию. Они прямо вот на ушах трясет от минских договоренностей. А почему? Потому что минские договоренности это единственный способ, как взять всю Украину целостности и ликвидировать там бандеровский питомник. И как не допустить там войны, полномасштабной войны, перетекающей в Третью мировую. Так вот, РАДА принимает очередные, якобы в реализацию минских договоренностей, амнистии участников боевых действий на юго-востоке, да, на Донбассе, Украины. Но кого они амнистируют? Только участников АТО. И неважно. Грабил, носил. Там один из депутатов оппозиционного блока, он говорит, да вы что, не понимаете, что вы тем самым разрушаете-то. То есть, если ты заявил, что ты патриот Украины, ты можешь грабить, насиловать и убивать. Вы к чему сводите всю идею патриотизма Украины? К грабежам, насилиям и убийствам? Или все-таки у Украины есть какая-то идея? Но ему тут же пришел ветеран АТО, который заткнул ему рот. Сначала положил микрофон, не дав говорить, и заткнул рот. Ну а драки вообще на Украине, в парламенте, они вон постоянно происходят. То есть, они показывают вообще, как они двигаются. И в это же время на Донбассе бастуют шахтеры. Есть нечего. Ну так извините. Вам нечего есть. Вам же показали. Винтовка рождает власть. Значит, становитесь таким же карательным батальоном и добивайтесь от рады нового постановления, чтобы вам зарплату выплачивали. Ну это я утрирую, конечно, потому что это путь в никуда, это в пропасть. Но требовать от власти, которая привела войну целенаправленно, ее бы не было, если бы не этот государственный переворот. Чтобы заботились о людях, которые были приговорены к уничтожению. Ну что, не слышите, что в Киеве говорят? Что на Донбассе все, вне зависимости от того, входит ли территория в ЛДНР, или же она не входит, они все должны быть уничтожены. Потому что они русскоговорящие, потому что они русские, они несут другую культуру, они не бандеровцы, они не могут гордо стоять перед хозяином на коленях, склонив голову на коленях в грязи. Какая война сейчас идет? Вы чего готовитесь к войне, которая была в 20 веке? Вот мало того, что ресурс сейчас пусть совокупно ЕС сильнее в военном плане, ну, количественно, в 8 раз России, а НАТО в 16 раз сильнее России, это ничего не решает. Вопрос в том, что надо понимать, как растянуты все эти ресурсы и куда. Что Афганистан и Ирак, они просто так для НАТО? Там никого нет, и туда ничего не оттянуто? Что? У них Югославия ничего не оттягивает на себя. У них не оттягивает на себя другие направления, в том числе Африка, Магриб. Они растянуты. Сколько могут они выделить? Как они могут выделить? Какого качества будет эта техника? Это очень и очень важно. Они не готовы. Ну, пусть они соберут там ударную группировку. Пусть они ее соберут. Но то, чего не знают наши аналитики, анализирующие вот это событие, и боящиеся там, что там будет ударная группировка, знают аналитики, работающие на глобальное управление, и даже на государственное управление в лице, там, скажем, Соединенных Штатов и блока НАТО. И они прекрасно осознают простую вещь, что война против России возможна только лишь в иракском варианте. То есть, когда напали на Ирак, и в Багдад смогли войти только потому, что генералы ушли, армия исчезла и все разбежалось. Но в России иракский вариант в принципе невозможен. Россия на протяжении веков показывает одну и ту же вещь. Когда армию бросают генералы, армия сражается сама и побеждает. Он при Гроссгейгерсдорфе, там вообще армия победила без командующего, и победа была упущена только из-за этого. Армия стояла и разгромила противника. А что нам дают другие примеры? Полномасштабный военный заговор, генералитета в Советском Союзе. Была брошена армия, но солдаты сражались. Капитаны, майоры брали командование частями на себя и стояли. Солдаты обороняли поставленные в их участок. Вот в этой ситуации какую бы группировку в Прибалтике НАТО соберет, то это Прибалтика. Не то, что до Москвы, до Питера докатятся только одни катки, только лишь потому, что они не сгорят. Их не сожгут русские солдаты, а отправятся на металлолом. Не смогут они пройти через это. При всем предательстве. Другая задача, я уже сколько раз говорил. Им нужно полное предательство интересов в России. Первый полномасштабный удар, уничтожающий военную инфраструктуру. Второе, организация приема на уровне предательства элит в ключевых управленческих точках в России, куда передвигаются воздушным путем десанты. Вот о чем. Такая война, возможно, против России при предательстве элит. А что ж тогда, вроде бы, если ничего не грозит, и я вот только что доказал, что эти четыре батальона нас не испугают, и даже и там то, что ударные группировки создадут, это нам не грозит. Чего ж я тогда говорю, что это самое главное и самое важное? Вот одной из задач, которую тоже, ну как бы отметили, но не обратили особого внимания, было обязательное требование от стран НАТО отказ от российского оружия. То есть переход на стандарты НАТО по полной программе. То есть чтобы все автоматы и пулеметы там были чисто натовские, чтобы танки были чисто натовские, чтобы не было там никаких Т-72, а были только Абрамсы или Леопарды. Это очень серьезно, я уже говорил. Торговля оружием — это не просто торговля, это проведение глобальной политики, и уж как минимум внешней политики, поскольку выбор оружия — это выбор политической линии своего государства на дальнюю перспективу. И почему раньше-то не требовали, а как бы было пожелание, по мере возможности переводили, а почему сейчас жестко поставили? А потому что сейчас Россия восстанавливает свой суверенитет. И наличие оружия, нашего оружия, позволяет на уровне шестого приоритета вести не войну, а диалог, который может обесценивать, или как вот сказать, дезактивировать военный потенциал блока НАТО. Поэтому они сейчас поставили это жестко и бескомпромиссно. Освободиться от всего российского оружия, от всех связок с военно-промышленным комплексом России и с государством России. Но все-таки, почему четыре батальона вот эти вот так важны, что я вот об этом вот говорю? Вот многих, я уже говорил, что наших аналитиков история учит, что она их ничему не учит. Когда началась военная кампания на Украине, я говорил одну фразу, которую почему-то не очень-то заметили наши аналитики. Я почему? Я не потому, что вот они там, как бы ко мне апеллировали. Да, это без разницы. Вы возьмите в работу эту ситуацию и подготовьте информационно, чтобы управленческие структуры к этому были готовы. Так вот, наши аналитики два года проспали ситуацию. Просто проспали. А я о чем говорил? Ввод российских войск на территорию Донбасса может быть обусловлен только одним фактором. Недопущение ввода натовских войск на территорию Украины. Те войска, которые войдут туда первыми, те и застолбят. И на Украине сейчас вот этот паритет, он как бы качается. И Одесса была для того, чтобы создать военную базу НАТО, Соединенных Штатов точнее, в Одессе. И вот переброска на прошлой неделе 300 единиц бронетехники, в том числе и танков, из Калифорнии, Соединенные Штаты, в Румынию, это вот в рамках той стратегии. То есть они должны были усилять ту базу, которая должна была быть создана 2 мая 2016 года, что буквально тоже на бровях удалось разрулить, чтобы это не произошло. Они под это делали. Большая благодарность активистам любого направления, евроинтеграторам, евроскептикам в Молдавии, которые остановили марширующие колонны Соединенных Штатов, которые из Румынии шли в Молдавию. И вот они остановили. Благодаря этому во многом был сорван. Ну там еще много параметров. Но здесь, вот именно благодаря вот этому параметру, что не удалось совершить военный марш из Молдавии в Одессу, и захватить Одессу, и создать там военную базу. А вот под этот сценарий, понимаете, всех же не будешь, уже было зафрактовано и корабли, и была подготовлена переброска техники, и уже пошло определенное перераспределение питания солдат. Ну там много чего. Уже все было подготовлено. И останавливать вот это, ну проведем какие-то там маневры, там учения, это другое дело. То есть ввод российских войск на Донбасс, это для того, чтобы не было ввода войск НАТО. А что это такое-то? А почему вот эти четыре батальона? Многие наши аналитики, они даже в упор не видят историю Советского Союза. Как начиналась интеграция государств Прибалтики, которых никогда в истории не было, и их создали отнюдь не большевики, что враги России пытаются навязать, там вот это вот деление, что вот это типа большевики. Сейчас об этом уже можно говорить, потому что все прекрасно понимают разницу между деятельностью большевика Сталина и меньшевиков, троцкистов, с которыми он постоянно боролся, и которые он только начал вычищать в 30-е годы, а которые до этого реально управляли Советским Союзом. Так вот, как пошла реинтеграция этих территорий в состав Советского Союза? Прибалтийские государства обратились к Советскому Союзу, и Советский Союз создал на этих территориях свои военные базы. Понимаете, какая ситуация происходит? Сейчас мы говорим о том, что Россия возрождается, что она расширяется в русском мире, и для надгосударственного управления, для недопущения возрождения России принципиально важно войти в границы русского мира такими механизмами, которые было бы чрезвычайно трудно решить политическим путем. А это создание военных баз. Кому интересно, хотя бы поинтересовались наличием базы Гуантанамо на Кубе. И в данной ситуации надо понимать, что у установки памятной доски Маннергейма была одна единственная провокационная цель создать необходимое информационное поле внутри России перед визитом и во время визита Путина в Финляндию, для того, чтобы Финляндии обеспечить вот это необходимое информационное поле в России, для того, чтобы Финляндия могла обеспечить маневр и входа Финляндии в НАТО и ликвидации ее нейтрального статуса. Вот для чего вешали доску, и для чего начинали скандалы эти белогвардейцы, которые восторгаются казаками Краснова и Шкуро, которые рубили женщины-детей просто так, а потом их скидывали в колодцы, чтобы люди пили из этих колодцев и хохоча уходили из этих селений. Вот теперь пейте. Чего же вы-то вдруг, восхищающиеся такими садистами, которые воевали на стороне Гитлера, не так возмущаетесь человеком, который якобы, я от себя говорю якобы, но они, если говорят, что он участвовал в геноциде и в блокаде Ленинграда в том, как он участвовал, да? Чего вы им возмущаетесь? Он вашим героем должен быть! Чего вы скандал поднимаете? Разберитесь с этим! Так вот, это специально было сделано, по самому болевому, по Ленинграду, потому что 900 дней блокады для Ленинграда, не только для Ленинграда, для всей страны это боль, жуткая боль. А это боль, расковырять, для того, чтобы создать информационное поле и Финляндию. Не-е-е, нам срочно надо защититься от этих русских, и нам в НАТО надо! Это вот подарочек Путину был, перед визитом. Так вот, вопрос заключается, возвращаемся опять в Прибалтику. А что, Прибалтика, просто так, что ли, вот эти базы? Да нет, что сейчас происходит в Прибалтике? Идет депопуляция коренного населения. И существуют планы, и даже первые акты заняты в спецслужбах России, а все родственники и знакомые в разработку за измену Родины. Но это спокойно, во времени. И повторю, событие 2013 года, оно ознаменовало собой водораздел патриотов и вот этих вот. А то, что ивент-менеджер получит награду из Кремля и из Капитолия, нормально. Нужно просто использовать энергию нападения для поражения самого нападающего. Ну, сделал хорошее дело ивент-менеджер, высветил всех дебилов и придурков, которые показали, что они идут туда вымогать взятки, а не служить России. Значит, всех их оттуда. Ну, в 20 лет надо уже соображать головой, что ты делаешь. Тебя 4 года учили тому, что ты должен быть незаметным. А они сделали все, чтобы быть заметным. Это означает, что вы не собирались служить Родине. Значит, вы собирались служить своему заокеанскому хозяину. Вот о чем речь идет. Но понимая, что, повторю, это событие американцы спровоцировали для того, чтобы было лобовое столкновение со спецслужбами, нужно понимать и простую вещь. Не надо этого лобового столкновения. Нужна спокойная работа по распутыванию вот этого клубка и установлению российской юрисдикции ФСБ. Следующий вопрос от Андрея из Иркутска, который просит прокомментировать последние события в Далласе. События это он считает тем более примечательным, что они произошли в столице Техаса, штата с наиболее сильными сепаратистскими настроениями. Ясно, что устроили это никакие не маргиналы, а структуры ГП. Что это? Предупреждение элитам Запада накануне саммита НАТО в Варшаве? Или же эти события никак не связаны, и это посыл иного рода страновым элитам США? Вообще-то это не посыл глобальщиков, страновой элите США. Это логичное следование всего процесса перестройки Соединенных Штатов. События, которые произошли в Далласе, показывают, что глобальный предиктор по отношению к управлению Соединенных Штатов находится в цейтноте, в жутком цейтноте. И им нужно как-то устаканивать те процессы, которые они раскручивали, которые должны были начаться по-крупному. После проведения президентских выборов они уже сейчас зацепляются. Это очень серьезная ситуация, которую надо раскручивать. Это не посыл, повторю, от глобальщиков, и там совсем другие события происходят в Соединенных Штатах. Это как в советское время, когда Советский Союз рушился, основной был вал захватов самолетов. Ну просто и шутки с захватом самолетов, и реальные захваты самолетов. И фильмы снимали. И фильмы снимали, понимаете? А вот в Соединенных Штатах, я вот сколько уже говорил про это, все будет по нарастанию применения оружия, массового применения. И посмотрите, какой разлом идет. Не надо думать, что здесь белые полицейские против черного населения. Абсолютно нет. Нужно здесь понимать, здесь идет разлом между государственностью, которую представляют полицейские, и неконтролируемыми процессами в обществе, которую представляют черные, которых расстреливают. А дальше пойдут и белые. Весь вопрос только в том, чтобы начать. И еще глобальщики, они ведь организовывают общий ход вещей. Они не организовывают вот такие вот события. Да, они могут проводить теракты. И теракт в Брюсселе, и теракт в Стамбуле, который произошел в марте, и теракт в Брюсселе, и теракт в Стамбуле, который произошел в день, когда Эрдоган приносил извинения Путину. А он там вообще этот вопрос еще далеко не раскрыт. Я там только начал раскрывать вот этот вопрос на прошлом вопросе. Ответим. А они, я уже говорил, они были совершены раньше. Но это только за счет того, что страновая элита, осуществляющая государственное управление, оперирующая спецслужбами, подготовила этот теракт в общих чертах, и он уже готов к реализации. А дальше уже через глобальную элиту была просто дана команда провести этот теракт раньше, тогда, когда он нужен. А вот в Соединенных Штатах он сейчас лишний. Он лишний и страновой элите, и глобальной элите. И поэтому они зависли. И Трамп, и Клинтон. Это, но это является логическим следованием развития общественных процессов в Соединенных Штатах. Вот что можно сказать об этих событиях в Далласе. Ну, собственно, в вопросе Андрей упомянул саммит НАТО в Варшаве. Вот вас, собственно, просят прокомментировать этот саммит, который, кстати, прошел... Саммит, это, конечно, интересно. А есть еще вопросы по Соединенным Штатам, чтобы не скакать по теме? Да, есть. Есть? Ну, тогда давайте пройдемся по этим вопросам по Соединенным Штатам, а потом уже к саммиту. В частности, у нас от Владислава Шувалова. Здесь группа вопросов, связанная с противостоянием глобальных страновых элит. Первое. Тони Блэра хотят привлечь к ответственности за участие Британии в антираксовой коалиции, а Трамп назвал Хусейна неплохим борцом с терроризмом. Ну, это вот вообще, понимаете, как бы несопоставимые вообще вещи. Тони Блэр – это, да, это глобальная проблема, но это в рамках реализации плана Brexit, а в рамках вот того сценария, о котором я говорил, Waterloo. Вот, то есть, вот почему-то некоторые думают, что, ага, если вот мы вскрыли этот сценарий, то значит вот все так и пойдет сразу вот в какую-то обратку. Там что, в транснациональных компаниях, в национальных компаниях, банках, в государственном управлении дураки сидят, что ли? Нет, они должны точно представлять, что и Великобритания выйдет из Соединенных Штатов, иначе они не пошевелятся. Они скажут, да мы переждем. Понимаете? Они должны пойти в том направлении, в котором их гонят. И в данном случае этого, господи, этого британского премьера-то, Тони Блэра, это отрезание Соединенных Штатов, это перенос, первый пункт, перенос Центра концентрации управления из Великобритании в Соединенные Штаты. Понимаете? А, вот, он связался с Соединенными Штатами, а теперь он будет страдать, да нам это зачем надо, да нам нужно переходить, здесь вообще проблемы. Понимаете? Это все в рамках одной стратегии. Нужно, чтобы самый последний, не просто обыватель, а самый умный, вот кто последний сдастся, аналитик сказал, все, будет разрушение Евросоюза, Brexit неминуем, вот, все. Еще раз говорю, Великобритания, вернее, глобальщики могут пойти на этот маневр, и они пошли на него только в одной святой уверенности, Россия не пошевелится, этот маневр даст им выполнить. А если Россия сейчас будет проводить свою глобальную политику, как здесь можно поиграть? Здесь вообще можно всю Европу перестроить так, как надо, и отсечь Соединенные Штаты. Но кто бы это делал в нашем руководстве? У нас аналитики-то не понимают, что происходит, реальный сценарий Waterloo в упор не видят, как он делается. Что касается Трампа и Клинтон, их противостояния, чего они там говорят, все прочее, тут нужно оценить последние события, связанные с Клинтон. А именно то, что Клинтон, 7 числа, по-моему, заявили, что прокуратура не будет обвинять Клинтон в нарушении правил служебной переписки. И здесь очень интересна сама динамика событий, которая происходит вокруг Клинтон. А именно, 30 июня в Соединенных Штатах на авиабазе Эндрюс произошла очень странная стрельба. Настолько странная, что о ней практически ничего не известно достоверно. Но известно только одно, что она произошла во время пребывания там вице-президента Соединенных Штатов Байдена, который из-за этой стрельбы отложил свой вылет. Дальше. 2 июня Хилари Клинтон была допрошена в ФБР. Была допрошена в ФБР 2 июля. А 5 июля чиновник ООН, который должен был давать показания по делу Клинтон, был найден со свернутой шеей. Это он во время тренировки себе штангой так шею свернул, переломил там это. Вот как объяснило. Вот обратите внимание, 30-го происходит странная стрельба, 2-го допрос, 5-го чиновник ООН, который давал бы показания на Клинтон, найден мертвым. А 7 июля на ФБР заявляют, что не будет против Клинтон выдвигать обвинения. Правда, с этим не согласился госдеп, но уже после, который сказал, а мы все равно инициируем. Но здесь нужно отметить вот о чем. А, кстати, по чиновнику ООН. Одновременно с этим выяснилась интересная вещь, что румынский хакер, который якобы, как говорится, принесли его домой, оказался он живой. Так вот, оказалось, он якобы, повешившийся в своей камере перед допросом Клинтон в ФБР, оказался живой, вполне себе. Это вот, знаете, в свое время была такая вот интересная картина с Анатолием Быковым, ну, это, сибирским олигархом, у которого был конфликт с Пашей Цветомузыкой, фамилию сейчас не помню. То есть, однажды Пашей Цветомузыкой все СМИ показали, что его вынесли убитым из квартиры. Ну, Анатолий Быков расслабился и попал под удар. Ну, вот, нечто подобное, судя по всему, ФБР провела и с Хилари Клинтон, когда сначала румынский хакер якобы повесился, а потом он оказался живой. Но, чтобы понять, что произошло, а, вот еще что. После допросов в ФБР Сандерс заявил о том, что он готов поддержать Клинтон на выборах. Это тот кандидат-демократ, который конкурирует и до сих пор еще конкурирует с Клинтон на выборах. Что произошло реально? Вот 30 июня на авиабазе Эндрюс происходит стрельба. Байден. А что такое Байден? А Байден — это вице-президент. В отличие от Клинтон, он представитель глобальной элиты и работает на глобальные интересы. И он представляет реальную, не какую-то там гипотетическую опасность, а реальную опасность для Клинтона. Почему? Сандерс — старичок, который уже доползает до трибуны, ложится на нее. Да, он с улыбкой там чего-то говорит. Но, судя по всему, ему, как и Ельцину, вкалывают определенный допинг, чтобы он продержался хорошо.